всех приветствую мои родные любимые веганы во христе все кто в моем сердце такой святой жизнью всех веганов приветствую все христиан настоящих христиан может быть после этого ролика вы станете веганами хотя настоящий христианин не может быть не веганом но я так говорю пока для вас ну и всех кто попал на это видео зовут меня курица дмитрий евгеньевич интернете известен как веган христалюб сегодня 20 01 2021 года кто рассчитывает на короткую проповедь можете не рассчитывать я скажу длинное слово давно этот ролик тоже назревал ну конечно же я в разных аспектах и разных каких-то интерпретациях высказывался на эту тему но сегодня хочу не еще раз а получается как раз конкретно поднять такую тему очень часто свой адрес особенно когда я стал уже будучи сам христианином веганом активно проповедовать веганство хотя некоторое время я этого не делал то мне стали вменять в вину что я веганство ставлю там выше христианство да и наоборот ниже там кто с какой стороны меня пытался до этим поддеть или сказать что-то вразумить и вот я сегодня на такие подобные вопросы отвечать буду ну по общей теме веганство и христианство выше кто кого ниже имеют ли они место быть вместе по раздельности они обязаны быть как государство не знаете да церковь не есть государство и государство не есть церковь они не вместе они раздельно друг другу дела как якобы не вмешивается практически в любых странах такой проповедуют но и что не является истиной вот и сегодня мы поговорим на подобные вопросы я хочу заранее пока еще время немного прошло и я очень хотел бы и обращаюсь к веганам кто будет смотреть этот ролик потому что последнее время и на канал добавляются и где-то в социальных сетях в мессенджерах люди веганы не имеющиеся отношения никаким зачастую религиям частности христианство в частности я уж молчу про истинное христианство не про культовый религиозный бред не при псевдо христиан известных всем нам в мире под именами там католичество православие протестантизм и семьи и же с ними а именно настоящих свободных во христе святых божьих детей и вот я хотел бы к вам к веганам обратиться чтобы если у вас есть время возможности хоть капельку желаний что-то в моих словах вы слышите или уже немножко со мной познакомили что-то посмотрели посмотреть этот ролик до конца я буду говорить о веганстве и христианстве причем могу заранее вас так скажем обнадежить у меня к веганам намного больше теплые чувства чем к псевдо христианам но безусловно конечно же я буду и в конце подведу итог я просто для вас для веганов я думаю что вряд ли вы когда-то в мире встречали проповедников истинного христианства да вы много видели на своем пути католиков православных протестантов но это не истина проповедуют они ложь живут они в грехе сами об этом они свидетельствуют и словами и делами я думаю что вряд ли ну может быть и дай бог что такое было но на вашем пути встречались настоящие христиане по жизни и по слову и вот мы возможно послушав сегодня мое слово то что я говорю но моей жизни есть отдельные плейлисты где я себе рассказываю и показываю я веду блог и обычной своей бытовой жизни да а сегодня конечно же буду говорить слово которому просто можете либо поверить либо не да ну потом со временем если захотите ближе общаясь узнать соответствует ли то что я говорю моим мои слова моим делам я хотел бы чтобы именно конечно же сегодня именно этот ролик по сути конечно для веганов наверное хотя я игру и для веганов во христе ну сейчас я оговорюсь по фрейду да ну прежде всего наверное у меня какое-то внутреннее пожелание и повеление именно сегодня обратиться к веганам именно к ним я буду обращать свои все теплые чувства и взоры постараюсь показать им истинность христианство опять же не для того чтобы сделать адептами какой-то секты я уж молчу про то что пророчествует там очень любит мне до наговаривать секты веганах рестолюбцы нет я это буду делать с одной единственной целью сразу вас предупрежу а вы делаете вывод для себя дальше сами я хочу чтобы вы обрели просто полноту счастья полноту познания истины теоретическая которая применяемая вашей жизни практически сделает вас абсолютно счастливыми людьми вот единственная цель как которую преследую рассказывая буду рассказывать веганам о христе христианстве об истине которой есть бог любовь свободы и бессмертие о чем мы позже обязательно поговорим и вы услышите если кому достанется это зоживцам зоживцам под именем веганов до псевдо христианам безусловно достанется с них мы сейчас и начнем перейдем к веганам во христе и закончим на веганах хотя по сути мы будем восхвалять хоросведных во христе но в плане критики мы пойдем вот от такого пути псевдо христиане христиане веганам во христе веганы и потом закончим действительно веганами во христе ну просто идеалом да не той практикой на практике веганах христиане бывают даже может быть и хуже тех же самых веганов хотя все это просто слова да об давайте поговорим ну первое веганство или христианство выше или ниже естественно я буду говорить вам веру веганы вы меня дослушайте до конца этот ролик без сразу критики возмущения конечно может писать сразу в комментарии по свежачку чтобы что-то не забыть это пожалуйста можете где-то отдельно записывать то что может быть потом поймете о чем я хотел договорить и потом его отошлете я буду рад любым комментариям я все открыт для бесед любым доступным способом skype там telegram любой социальная сеть сейчас везде есть эти средства связи телефон пожалуйста можем публично побеседовать можем лично поговорить я всегда открыт все мои контакты всегда внизу в описании под роликом на всех моих соцсетях где только нет я ни от кого не прячусь полностью открыты все мои данные все в свободном доступе и вот первое веганство или христианство я буду говорить с позиции истины с позиции твердости человека утверждающего что он знает истину поэтому я конечно не буду говорить как очень многие любят но я вот так думаю это мое личное мнение это не мое личное мнение вы конечно можете не принять сегодня ты истину но это так если скажу что это не так я окажусь просто пред богом пред истинным истинно лжецом веганство эта часть христианства христианство это целое веганство это ее кусочек ну чтобы понять почему так это то христианство это учение о любви человека да к богу во всем его проявлениях во всех его проявлениях и бог проявляется всячески во всем он во первых сам личность ибо божж ее этого все он все это сотворил и любим мы это потому что сотворившихся бог есть любовь но он есть и христианство говорит что бог как личность хотелом Всячески во всем. Он присутствует в каждом из нас, в природе, в животных, в каждой молекуле и атоме всего мироздания, всей Вселенной. Но он и личность. Эта личность имеет и плоть, и кровь. И не потому, что он похож на человека, а потому, что люди, его дети созданы по его образу и подобию. Поэтому он и сам при всей своей всячески во всем проявляемости, он есть личность, живая. Причем вот такая же, как мы с вами, реальный человек. Этот Бог однажды приходил на землю, чтобы явить людям, не с небес говорить им, как жить, а реальным примером жизни и слова, явить путь святой жизни, который делает человека подобным Богу не только по плоти, каким мы и являемся. Когда Иисус явился во плоти, Бог явился во плоти под всем известным именем, ну, еврейского Ешоа, по-гречески Иисус, то Он лишь нас утвердил в первых стихах, первой книге, первой главы, первой книги Библии под названием «Бытие» о том, что человек создан по образу и подобию Бога. Но это лишь внешний образ. При этом образе и подобие внешне можно быть внутри сущим дьяволом, можно быть злым гением, то есть даже умным, но быть гением, но назло. И, конечно же, по природе мы все дети Божьи, по облику, да, но по внутренности Бога мы становимся сами, избирая добро, любовь, благость, радость, мир и прочие сущности бытия, которые Бог является, и мы выбирая это, сами делаем себя счастливыми и всех вокруг нас, и весь мир вокруг нас. Поэтому христианство, конечно же, это полнота, потому что она признает самого Творца, без которого ничего невозможно. И этот Творец – это не Господин, это не дядушка на небесах, хотя это человек, да, но это такой же, как мы. Он равный, Он нам и друг, Он нам и отец, Он нам и мать, Он нам и жених, Он нам и брат. Когда Господь явился во плоти, Иисус Христос именно всеми этими именами Он и называл нас. Он называл нас и рабами в том смысле, что мы рабы святости, мы, когда настоящие люди становятся богами, они не могут уже творить зло, они становятся рабами, можно сказать, заложниками святости, они могут творить только добро, они попадают в эту неразрешимую антиномию Божьего бытия. Бог свободен, да, и мы с вами свободны, мы даже уже становясь святыми, можем сотворить зло, но мы его никогда не творим, потому что мы выбрали благо. При этом Бог сам называет, что Он сам наш раб и наш слуга и нам служит, да. Вот, это очень важные такие. Бог всегда делал нас на равнях, на равнях. Вы помните, когда Иисус на прощальном ужине с учениками так и сказал, не называй вас рабами, но друзьями. Нет высшей любви, чем положить душу свою за други своя. Высшее чувство на земле – это чувство дружбы, это есть любовь самая настоящая. Это неважно, там она между разнополыми, однополыми. Сексуальная связь между мужчиной и женщиной – это не показатель высоты отношений. А вот духовная связь – безусловно, показатель совершенства любви. Сексуальная связь – это лишь один из способов получения удовольствия. Все, это не говорит, если я с тобой сплю, значит я тебя люблю, или наоборот. Если я тебя люблю, я должен спать с тобой. Нет, любовь – это высшее проявление доброты к человеку. А секс – это лишь совместное получение удовольствия, если вы это понимаете. Поэтому дружба, хоть в мире очень часто воспевают любовь эротическую, как это говорят между мужчиной и женщиной, то это не так. Самая настоящая любовь, которая должна воспеваться всеми и всячески – это дружба. Вот во что верит христианство. И поэтому она любит все. Она признает, что Бог, створивший все и всячески во всем присутствует – это все его творение. Именно поэтому христианин настоящий, познав это, что Бог есть все, всячески во всем, то все, что им сотворено – это его. И это абсолютное благо. И то зло, которое в мире творится, оно творится лишь потому, что Бог есть свобода. Все его творение, обладая его природой, само по себе. Бог даже не может забрать свободу, потому что это часть его. Это он всячески во всем. Вся его природа и он всячески во всем. Все свободно, поэтому это свободные его проявления сущности, люди, животные, даже природа, духи. Они способны выбирать между добром и злом. Поэтому в мире существует зло. Бог в этом не виновен. Бог – абсолютное благо. Я никогда не виновен в чужих грехах, даже если я питаю этого человека. Я не виновен в грехах своих детей, несмотря на то, что я родил, дал им жить и вырастил, и он вдруг стал там наркоманом Чикатило. Это его выбор. Да, ну там есть вина, если ты плохо воспитывал. Ну берем идеальный вариант, что это и родители идеальные воспитывали, и это ребенок выбрал путь греха. Родители свободны от этого. Точно так же, как наоборот, дети. Несмотря на то, что они за своими родителями ухаживают, помогают им потом, когда наоборот вырастают, и вдруг у родителей едет крыша, и они, допустим, начинают творить беззаконие. Дети не в ответе за них, за то, что они какое-то время, а может быть, и даже в их грехе, но продлевают их жизнь, и пекутся о них. Это и есть настоящая любовь, это и есть настоящее познание истины. Человек, познавший это, способен понять, о чем говорил Иисус, и о чем суть всего христианства. Оно, конечно же, в себя тоже вбирает правильную любовь к ближним, к родственникам, к друзьям. Да, оно, конечно же, в себя вбирает, вот веганство есть, еще есть любовь к родственникам, друзьям, знакомым, только правильная любовь. Это не говорит, что я своего сыночка глажу по головке, несмотря на то, что он соседнему ребенку голову разбил. Да, ну это же мой сыночек, а это вот чужой. Я своего глажу только потому, что он мой, несмотря на то, что он ставил зло против соседнего сыночка. Это правильная любовь к ближнему. Если мой родственник согрешает, я ему говорю, что это плохо. Это правильно. Возможно, я пострадаю, возможно, я что-то от этого родственника недополучу, Или возможно возникнет трение очень серьезное А да, у него есть власть надо мной Что-то там, мне даже палки в колеса встать Но я говорю ему правду Страдающую при этом за истину Это настоящая любовь Говорить человеку правду Это любовь к людям, которые не входят В круг нашего близкого общения Это не родственник, не друг, это просто прохожие Именно таким понятием Такое определение и дано Иисусам в притче, когда он рассказывал Кто даже, наверное, люди Когда особо не считывающиеся в Евангелии Слышали притчу о добром самарянине Рассказанную Иисусом Где он рассказывал и отвечал этой притче Некому законнику, книжнику На вопрос о том, а кто мой ближний Когда его попросили процитировать закон жизни Да, он сказал, что Любовь к Богу и ближнему равна, одинаковая Что одна заповедь подобна другой Нет никакой высшей или низшей То он такой притче Рассказав притчу о добром самарянине Которую я сегодня, конечно, не буду пересказывать То мы совсем углубимся Дал понять, кто такой ближний Наверное, я вам своими словами хочу донести Потому что Евангелие вы можете и без меня почитать Вместе даже со мной на моем канале Христолюб, чтение Библии и их Писаний На другом, не на этом, на котором Эти я ролики выкладываю в свободе слова И вот ближний, оказывается, по притче Иисуса Это нуждающийся любой человек в нашей любви На расстоянии, ну или в сфере нашего взора В дальности нашего взора И я такими словами выражаюсь просто В децибелах моего слуха, где я слышу какой-то крик Помните мультик «Большой ух» русский? Очень, вот такой вот мультик Прямо вот про это Как там тот все слышал Небеса, молился там, бринь-бры-брынь А лисенок бегал, всем помогал Вот у него ухо было настроено на слышание Нужды ближнего Вот кто мой ближний Кто просто я, мимо кого? Иисус там рассказывал Притчу о добром совмении Который шел мимо избитого человека И помог ему встать по жизни на ноги Не только в тот момент И, естественно, вот это я так и выражаюсь На расстоянии вытянуты руки от меня Вытянуты ноги, до кого могу дойти То есть это все, что происходит В области моей жизни реальной Да, это любой человек Он мне не друг, никто Я его, может, больше никогда не увижу Это простой прохожий Это сломавшийся на трассе водитель автомобиля Да, я его никогда больше не увижу Но он нуждается в помощи Он голосует, просит там какую-то помощь И я останавливаюсь и помогаю этому человеку То есть это любовь к ближнему Да, и это любовь, что является, естественно, камнем преткновения Для 95% людей на Земле В частности, в это 95% входят и все религиозники Это почти все религии Ислам, иудаизм, и псевдо-христианство Вместе с ними католики, православные протестанты Это для них является все время камнем соблазна и преткновения Это любовь к врагам Любовь к врагам не в смысле ты идешь с мечом их рубить А вось я первый зарублю Я люблю их, конечно, но я защищаю родину И первый рублю им голову Так как они вроде первые идут Но они только идут, а я первый его убиваю Но я как бы защищаюсь Но убил-то я Да, и вот такую псевдо-любовь к врагам Проповедуют в основном все секты Которые я только что перечислил И религии, неважно Мусульманство, иудаизм Все они похожи Всякие разные такие общие учения философские Очень часто проповедуют патриотизм и так далее Подобные бредни Это никакая не любовь к врагам Любовь к врагам явил нам Иисус Да, он отвечал врагам словесным Да, он им проповедовал Да, он их вразумлял Да, он обличал их в грехах Но он никогда их не убивал Никогда не портил им жизнь и здоровье Это он всем явил в Евангелии И даже когда его поставили перед лицом смерти Избрать, отрежься от добра Все, которое он творил и проповедовал И избрать тьму, ложь и зло Иисус этого не сделал За что и был жестоко убит Двойной казнью Да Сначала через побиение Жесточайшее избиение После которого 50% осужденных умирали И этого им оказалось мало Они его еще и жесточайше распяли То есть убили При гвоздив ко кресту Одной самой жестокой смерти Казни того времени Где человек порой неделями висел И мучился Не считая самого акта распинания Но Иисус мучился недолго Потому что его жестоко избили И естественно человек Избитый до полусмерти Умирает еще на кресте Конечно же практически моментально Вот такая вот история И вот Иисус научил нас Деятельной любви к врагам И более того Иисус после своего убийства Воскрес Явив нам что? Деятельно доказав Причем после воскресения Он не умер больше В жизни воскресали много людей До сих пор воскресают Люди приходят Как говорят С того света В разных религиях Странах Народностях Это происходит Но все эти люди В оконцовке все равно умирают Иисус уже больше не умер Никогда Он воскрес В нетленном уже теле И вознесся на небеса Это образная фраза Иисус просто Отошел за стену За ширму Мы живем с вами В пространственном временном измерении Но Есть для нас закрытые области Есть открытые Для определенных вещей Для этапов познания жизни Иисус просто как Бог Как и явился в плоти Так и обратно ушел Зачем он это сделал? Оставив свободу человеку Без всяких авторитетов На его примере Личной жизни Добровольно Самоопределяться Перед лицом добра и зла Кем он хочет быть? Богом любовью Богом совершенством Богом добром Или дьяволом и сатаной А своим воскресением В нетленной плоти Он своим ученикам доказал Хотя они ему один за другим Не верили Кто знает Евангелие Все помнят только и знают Особенно атеисты Только о Фомене верующем Нет, там ни один из учеников Пока Иисус им явно не являлся Явно не давал себя трогать Явно пред ними Не принимал пищу Не верили, что он воскрес В нетленной плоти Когда только увидели Щупали Да, тогда поверили Хотя многие из его учеников Ну, из 12-ти все поверили А написано, что Когда он в последний раз С ними на горе На некой прощался И возносился Как раз написано Что все-таки многие не поверили Своим собственным глазам И ушли Ну, Иисус и сказал Всем доказывать бесполезно Поэтому даже христиане На самом деле Никому воскресение Христа Доказать не могут Если даже сам Христос С трудом это доказывал ученикам Мы действительно в это якобы верим Но те, кто встречались с Богом Я являюсь одним из таким человеком Бог мне открылся явно В свое время И потом делал это неоднократно Я знаю, что Бог Я не верю в Бог Я знаю, что Он есть Как вы знаете меня Видите, я просто Он со мной Общался Призвал меня И с того дня Началась моя другая жизнь Я поэтому знаю Про что Он есть Я знаю, что это Абсолютная личность Абсолютная любовь Абсолютная добро и благость Там нет никакого зла Там нет никаких слез, скорбей, страданий Да В тот день В первый день моего явления Мне явление Бога Он мне сказал купить Библию Кто знает мою историю Уже все это слышал Мне хочется здесь все-таки Почему-то сказать опять Сначала я не понимал, конечно Для чего Теперь я все это знаю Да Он мне сказал, чтобы я ее По косточкам разобрал Благодаря Ему Его откровениям для меня И потом тех, кто лжет на Бога Являл истинно Потому что, конечно же Тот Бог, который зачастую Изображен в Библии Даже в Евангелии Иисус Христос Это не настоящее Это уже все искаженное Причем порой достаточно сильно Где-то более сильно Где-то менее Там много правды в Библии Да Но Много и лжи Много неправды Много что выдается за правду Ложь выдается за правду Черное за белое Сладкое за горькое И наоборот Но это уже ладно Кто захочет узнает Мою историю И все эти вещи О Библии Тоже есть у меня Отдельный плейлист Вот что такое христианство Конечно же Зная это И пребывая в этом Поняв, что сущность Бытия состоит из Трех божественных природ Простых и понятных Первая Наверное Самая основная Их знаете Их тяжело даже мерить Говорить первая Или вторая Все зависит от этой ситуации Они нераздельны Бог и любовь И свобода И бессмертие одновременно И он не может не стать Богом Он не может не быть им Он просто есть Он и логика И противоречие Он альфа-омега Первый и последний Начало и конец Да, он свободен Почему он противоречие И логика Да, он свободен Да, свободен Как и человек Даже способен верить В свою смерть Хотя мы все Бессмертные Верим Мы не верим Мы вечные Просто человек Принимая это Обретает полный мир И счастье И радость Ну какой еще Может быть Радость Познание От того Что больше радости От того Что я живу Вечно Мы же все боимся Самые первые Главные вещи В жизни Ибо если мы завтра умрем Все в жизни Бессмысленно А оказывается Я вечен Веганство проповедует Ну и сейчас мы потихоньку Начинаем Переходить Я вот хочу Чтоб веганы Это и так Уже все услышали Теперь просто В сравнении с веганством Веганство проповедует Бессмертие Человеческого Существа Божьего Существа Всего живого Даже каждой Животной души Нет Оно об этом Не говорит Но я по крайней мере Может быть Кто-то меня поправит Я буду Благодарен И с радостью Изучу материалы Если вы мне где-то В личку Или здесь Может быть Под роликом Даже для других людей Сбросите какие-то материалы Где Евангелисты Веганство Которому Мне Большая симпатия Любовь И уважение Но говорят Там о бессмертии К тому же Да Веганы Религиозные Это нельзя Это веганы Во Христе Это В принципе Люди Востока Очень часто Да Йогизм Буддизм Эти вещи К ним ближе Там Больше Это распространено Я сам уже Не первый раз Вам говорю Что пожалуйста Узнайте вопрос Конечно Иудаизм Иудаизм Но и там есть Не просто рядовые Иудеи Там есть Богословы Священники Проповедники Ну все как по Евангелию Книжники Фарисеи И там есть Веганы Пусть не во Христе Но в законе Как хотите их Назовите Нет В законе неправильно Вот им Тоже закон Моисей гласит Там другое И даже это не в Божьем законе Слово даже будет неправильно Они реально Как их объединяют Тут гораздо больше С христианами У которых есть Библия А у иудеев Есть Тора Что они реально Ссылаясь на Сотворение Бога мира Описанного В первой главе Точно так же Берешита Первой книге Тора Книге Бытие Берешит Точно так же Как у христиан В Библии В Бытие В первой же главе Все то же самое Написано Там слово в слово Практически Да Вот Действительно Бог сотворил мир Благим Счастливым Да Не было никакой крови Никто действительно Никого не убивал И не должен был убивать Да Потому что Все что Любовь Страдания Скорби Слезы Смерть Это не от Бога Вот И они реально Видя это Я конечно Прямую тоже Не слышал Иудейских Проповедь О том что Адам с Евой Реально убили Животного Что я проповедую Зная истину Но Видимо До них Еще может быть Это откровение Не дошло В сердце Но они Видят Они слышат Это и так В сердце На уровне Чувства Понятно Как можно Любить И тут же Убивать Вот Зная первую главу О сотворении Об идеальном мире Они естественно Принимают Это То есть Вот вам пожалуйста Есть Это все И кстати Те же самые Иудеи Естественно Говорят О бессмертии Человеческой души Но опять же Все это Всегда будет Ниже христианства Потому что Христианство Это Учение Бога Пришедшего Во плоти О деятельной Любви Даже к врагам Иудаизм Не учит Любви к врагам Вот опять Да Любви к ближней Даже очень Опосредованная У них Я не беру Конкретно Людей Вы тоже Поймите Я беру Общие Известные Такие Мировоззрения Которые Вы можете найти Их описание Какие-то определения В том же самом интернете Или пообщавшись С какими-то Определенными Людьми С этим проповедником Да В любой Секте Религии Конфессии Или даже Свободных Во Христе Или там Может быть Свободный Иудей Веган Это уже Личные люди Таких вы можете Встречать Как и я Я христианин Но мне приходится Все время От этих Православных Католиков Протестантов Отбрехиваться Что я не он Когда я называю себя Христианином Я говорю Я с ними У меня нет Ничего с ними Общества Это общего Это вообще Отдельное Мировоззрение Которое С учением И жизни Иисуса Христа Ничего общего Вообще не имеет Но я вынужден Называться Христианином Почему Потому что Бог Явившийся Во плоти На землю Имел Земной Ну На время Своего Явления Еврейское Имя Иешуа А уже Когда Его Учение Бога И жизнь Бога Прошедшего Во плоти Стала распространяться Тем более Через Тогда мир Был Была Греческая Так скажем Ну Хоть и Римская Империя Но Язык Тогда Мировой Был Греческий Ну И Греческая Культура Преобладала Да И В перевод На грец Как я Там Русский Дима Переведить На любой Другой Язык Есть же Аналог Этого Имени Бог Пришедший Во плоти Всем нам Известен Русско Говорящим В частности Под именем Иисуса Ну Христос Это Мессия Помазанник Посланник А имя Это не фамилия Даже Христос Не отчество А имя Простой Иисус Именно Поэтому Я тоже Называюсь Так Да Но Человек К далекому От этого Впервые Слышат Он думает А Религиозник Лбом Там Об пол Бьется Или Как Брухта Барахта На непонятных Языках Как протестанты Читает Нет Это все Не об истине Вот поэтому Конечно же Христианство В себя Впитывает Полноту Я не могу Тоже сказать За каждого Вегана Конечно же Сколько я Уже И встречаю Кто-то На подсознательном Уровне Понимает Конечно же Веган Вегану Тоже Рознь Мои дорогие Я конечно И так Я уже Записал ролик Выключил Его Но я Вспомнил Очень важную Вещу Которую Я хочу Сказать И чтобы Она была Именно В этом Ролике Веганство Или Христианство Я не буду Конечно сам Переслушивать Целиком Свой ролик Куда-то Вначале Это Подрежу Я буду Зажимать Все равно То Видео Зажимать Если по Объему Чтобы Она была Меньше Весом И я Вставлю Куда-нибудь Вот этот Свою Отрывочек Я Очень важную Вещь Забыл Вставлю Вначале Мы же Начали Говорить О псевдо Христианах Я Почему Христианство Могут ли Они быть Вместе Или Они обязаны Быть По раздельности Или еще Что-то Кто из них Выше Кто из них Ниже Что больше Проповедовать Что меньше Что важнее В жизни Что менее Важно На эти Все Вопросы Вы получите Ответы Просмотрев Это Видео Псевдо Христианство Вы Мне скажете Что Ну Они же Тоже Хорошие Люди Православные Католики Протестанты Они же Помогают Людям Они Любят Людей Вроде Как В том Даже Искаженном Евангелие Которое До них Дошло Через Их Слепых Вождей Там же Есть Добро И Оно Есть Там Безусловно Иисус Христос Пусть И в искаженном Виде Но он Показан Что Бог Являлся В плоти Творил Добро Учил Творить Добро Это Людям Вроде Как Прежде Всего Да И Вроде Как Этого Достаточно Вы Знаете Вот Вы Кто Христиане Меня Слушайте Я Так Вас Даже Сегодня Назову Позволю Себе Православные Католики Протестанты Может Быть Даже Вы Свободны Во Христе Есть И Так И Не Принимают Веганство Послушайте Внимательно Что я Вам Скажу Все Ваше Добро Которое Вы Делаете Или Видите Что Якобы Они Делают Тычут Пальцем Сами Вы Можете Даже К этому Не Прикасаться Это Все К сожалению Да Я Не могу Заглянуть В сердца Человеческие Я Не Сушу Сейчас Каждого Личных Нажды Каждого Человека Рассматривать Я Говорю Общими Фразами И Это Действительно Имеет Место Быть Основная Масса Даже Ту Любовь К Людям К К К К Проявляют По Евангелию Познав Евангелие Они Делают Это По Закону По Закону Евангелия Точно Так Как По Закону Моисей Поступали Все Иудеи Они Может Быть Не Хотели Этого Делать Но Поступая По Закону Моисея Ты Праведен Ты Имеешь Право Наследовать Небесное Царство А не Поступая Ты Будешь Гореть В Вечном Огне Ничего Не Изменилось Этих Времен Я Вам Сейчас Покажу Да Слушайте Те Даже Кто Противитесь Послушайте Пять Минут Меня До Конца И Вы Убедитесь В Том Что Я Говорю Правду Свет И Дитя Божьего Законник Делает То Что Написано Неважно Нравится Ему Это Или Нет И Наоборот Если Ему Что Не Нравится Он Это Все Рон Делает И Наоборот Нравится Но Это Запрещено Он Не Делает То Если Он Читает Что Добра Но В Законе Запрещено Он Не Делает Чтобы Не Оказаться Неправедным По Закону И наоборот, даже если он почитает что-то злом, ненужным, лишним, может быть, богохульным даже, против Бога идущим, но в законе это одобрено, более того, может быть, выдано даже за добродетель, законник это исполняет. Я надеюсь, вы это четко увидели и четко видите вокруг себя, а, к сожалению, видите и в себе. Посмотрите на веганство. Посмотрите на веганство и на христианство. Веганство практически целиком вырезали из Нового Завета. Иисуса сделали убийцей, трупажором, падальщиком. Его учеников такими же. Само учение абсолютно практически отсутствует. Только дети Божьи видят эти тонкие отголоски и обоняют этот нежный и еле еще благоухающий запах этого святого учения. В Евангелии, в Новом Завете они это видят. Видят это и в Ветхом Завете. У детей света открыты глаза. Они видят все это. Как бы ни пыталась тьма это заглушить. Потому что они сами свет. И все, на что попадает их свет, обличает и раскрывает. И они видят правду и видят ложь. Видят левую руку и видят правую. Видят добро и видят зло. Посмотрите, какая гениальная проверка. Через столько лет, да, ценой жертв, ценой крови и слез многих тысяч невинно убиенных животных. Миллионов этих животных. Миллиардов за эти года и тысячелетия. Но какая это проверка псевдо-христиан? Один мой хороший друг и братец веган во Христе, Валерий Матюхин, как-то сказал, что да, веганство это лакмусовая бумажка для христиан. Это хорошее определение он дал. Но я раскрою его чуть побольше. Веганство это реальное определение вас как законников. Вы по-настоящему познали истину и Бога любовь. Вы действительно последователи истины Бога, пришедшего во плоти Иисусе Христе. Вы действительно его ученики. Вы действительно даже перед лицом закона человеческого, который Иисус сам обличал, что они своими законами не просто, заметьте, что-то там добавили, они заменили. Это ужасная фраза, которую сказал Иисус Христос в адрес иудейства, иудаизма, что они заповеди Божьи заменили, то есть выкинули, а свои человеческие заповеди, греха поставили на это место. Это и есть та мерзость запустения, о которой говорил Даниил. Это где в святом месте Божьем должен быть Бог, а там дьявол. Посмотрите внимательно на себя. Вам веган, христианин, предлагает добро, проявить добро, проявить любовь к живым существам, которого нету в Евангелии якобы, ну, в псевдоевангелиях, православных, католиков, протестантах. Вам предлагают сделать добро, которого нету в вашем законе. Более того, в вашем законе евангельском называется это злом. Любовь. Любовь к животным, доброта, забота, не убийство, не эксплуатация. Более того, ценой своей жизни, здоровья и финансов, защита, благо бытия, счастливой жизни животных. Веганы защищают и саму жизнь, и ее счастье. То, что можно жить в аду. Благо бытие защищают веганы для животного мира. Чтобы они тоже жили и радовались жизни. Можно жить и проклинать свое существование. В вашем законе и ваши проповедники, слепые вожди слепых, веганство, любовь к животным, называют тьмой. Иисуса сделали трупожором убийцей. Его учеников такими же. Да, в евангельском законе, незаконье Моисея, где убийство животных было прямо узаконено, в новом завете, законе нового завета. Косвенно все это описано. Ваши богословы уже сто процентов утверждают это зло в виде добродетели. Что убийство животных – это приятное благоухоние Бога. Возвращают снова детей божьих в дьявольский ветхий завет. Перед вами выбор. Любовь, которая в псевдо-христианских сектах названа ненавистью, названа злом. Самая настоящая любовь к животным. Ни один веган ничего не делает плохому человеку. Он всем, в том числе и религиозникам. Не важно, люди каких конфессий, национальностей, половых признаков, принадлежностей социальных или еще каких-либо каким-нибудь кастом. Они всем говорят просто и в простоте. Творите добро и не делайте зла. И это названо злом. Что выбирает религиозник? Он обычный законник. Именно поэтому, и дальше вы будете смотреть это мое длинное видео, я иду по цепочке псевдо-христиане. Веганы. Веганы в истине, я буду такое даже употреблять понятие сегодня, еще об этом не знав, но сейчас вам уже говорю, в ролике я так употребил. И веганы во Христе. Псевдо-христиане, они на уровень ниже вообще даже веганов. Веганов. Людей, которые принадлежат к движению, которые искренне, к децентрализованному, внесистемному, деорганизованному, просто личностному движению, которое защищает благо бытие животных. Эти люди на ступеньку выше. Христиан, которые якобы живут по любви к людям, по евангельским заповедям, но убивают и эксплуатируют животных. Я вам объясняю, почему. Я каждого не знаю, некоторые на перепутье, некоторые уже созрели, да. Но если христианин не веган, значит заповеди любви, которые он соблюдает к людям, он это делает только потому, что это написано в Евангелии. Только потому, что в Евангелии ему обещано за это небесное царство и царство Божие, прежде всего, с Иисусом Христом на земле, а потом небесное царство. Только потому, что он боится огненной гиены, если он этого не будет делать. Когда ему человек света, веган, предлагает заповедь добра и любви, которой нету в Евангелии, он ее не выбирает. Это говорит о том, что он просто евангельский законник. Такой же законник, который, будучи иудейскими законниками, распинали Иисуса Христа. Это не святой человек. Он ничего не знает о Боге. Он не исповедует Богу любовь. То, что он кому-то подает 10 рублей, где-то что-то служит, кому-то помогает, это делают и язычники, и грешники. Грешников любят. И даже помогают ближним иногда. Но христиане, когда это делают, и когда им предлагаешь испытать себя, Чаша весов, той заповеди, которая во всем мире в нормальном человек скажет, что да, убийство – это грех, защита жизни – это добро. И когда ему предлагаешь вот это вот на Чаше весов, и он, добро, вопреки закону истины, который живет в каждом человеке, избирает евангельский закон, этот человек не знает Бога. Этот человек – тот фарисействующий иудей, которые орали и распинали Иисуса Христа. Именно поэтому христиане не веганы, они в духовном плане, их душа, сущность, как они думают о душе своей, что это Христова невеста, это блудница, это уродина, она на порядок и на ступень ниже веганов, язычников, как их называют, грешников, как их называют в религиозном понятии, они ниже этих людей, потому что те живут по закону Бога в сердце, и он им говорит, что защита жизни, благо бытия, дарение счастья не только людям и радости, но и всему живому, кто это способен ощущать и переживать. Эти люди намного ближе к Богу, потому что вы живете просто по евангельскому закону. Все, что вам из Евангелия уберут и, наоборот, подменят, вы и дальше будете жить, вопреки правде, истине и Богу, ибо Бог есть любовь. Это очень важно, то, что я хотел сказать и забыл. Я для еще большего утверждения своих слов псевдо-христианам, православным, католикам, протестантам или свободным, христианам, не веганам, я позволю себе напомнить случай из Евангелия. С самого начала его. Это случай с Девой Марией и названным ее мужем Иосифом. Когда Иосиф узнает, что его обрученная ему некая дева, молодая девушка, пусть 14-18 лет, мы точно не знаем, она ему обручена, дана ему в жены. Это престарелый мужчина, сам Иосиф, хоть на картинке он у вас тут молодым, конечно, выглядит, мне просто картинка нравится, но это престарелый мужчина, по Евангелии это описано. Дева Мария, наоборот, очень молода. Она оказывается беременной, неизвестно от кого. Только она знает, что она зачала сверхъестественным способом, от Духа Святого. Просто в ней появился плод. Она была девственницей, она не познала мужа, она ни с кем не спала. Она действительно в этом плане чиста и свята, и непорочна, и на ней нет греха. Бог ее выбрал для того, чтобы через нее явиться во плоти, причем не сверхъестественным способом. Бог, конечно, мог, так скажем, вселиться в любого человека, родившегося от мужчины и женщины, но Бог является сам через женское тело. Сам от себя, от своего семени, сам просто, как и вся природа из ничего, клеточка из клеточки появляется. Так решает Господь, чтобы лишний раз явить доказательства того, что он просто Бог. Иосиф по Евангелию назван праведный. Он назван праведным перед законом? Нет. Кто знает мои проповеди, я всегда борюсь с тем, что из Иисуса делают праведника по закону Моисея, что он исполнил якобы весь какой-то закон Моисея. Конечно же, эта чепуха и эту блевотину от первых времен все время втирают в уши людей, алчущих и жаждущих евангельской правды. Иисус никогда, никакого закона Моисея или человеков не исполнял. Он всегда исполнял все, что противоположно ему, потому что в основной своей массе закон Моисея несет тьму. Это в Евангелии прямо всегда описано о жизни и учении Иисуса Христа. Когда к Иисусу подводят женщину, взятую в прелюбодеянии, схваченную, никто этого не отрицает. Я, чтобы не быть тогда громогласным, все-таки расскажу. Все-таки этот ролик будет слушать и веганы, хотя я хотел, чтобы начинался все с другого. Но не могу остановиться и хочу записать эту историю. Может быть, будет интересно веганам послушать. И когда к Иисусу подводят эту девушку, эту женщину, взятую в прелюбодеянии, в грехе измены своему мужу, и никто этого не отрицает, в том числе Иисус, более того, он потом это подтвердит, сказав ей, чтобы она шла и больше не грешила. И когда те же, кто ему подводил, эти законники, книжники и фарисеи, непорочные перед законом Моисеева, и спрашивали его, предъявив ему закон Моисея, что по закону Моисея она должна быть побита камнями за совершенное преступление и грех, против своего мужа, Иисус не позволил никому этого сделать и не сделал этого сам. Больше того, он сказал гениальную фразу из-за мысль, показывающей нам закон бытия. Кто без греха, первый брось на нее камень, то есть осуди ее на смерть. Более того, Иисус сам был без греха, но этим он не позволил никому исполнить закон Моисеева. И сам, имея полное право, даже не то, что по закону Моисея, потому что тогда он всем разрешал. Но сам, даже давая свой закон, что кто не имеет греха, пусть бросит на нее камень, и сам, не имея греха, не бросает его. Но, когда все разошлись, обличаемые совестью, он ей сказал, иди, я не осуждаю тебя на смерть. А то все время псевдо-христиане любят это, не судите, не судите, не понимая, о чем говорит Иисус. Но, он обличил ее, но иди, и впредь не греши. Призвал ее опять к покаянию. Что же делает праведный Иосиф? И праведен ли он по закону? Он грешник по закону Моисея. Иосиф, узнав о том, что дева Мария, это девочка, 14-16, в еврействе, в иудаизме, очень рано выдавали молодых женщин, когда они, ну, в принципе, половое созревание происходило, выдавали замуж. Ну, как это рано, не рано, нормально. Я имею в виду, что это было под выдачей. Сейчас у нас все более свободно происходит, по желанию, может кто-то и в 40 лет только первый раз женится. Тогда действительно было неуместным и неправильным, если кто-то уже, достигнув полового созревания, особенно женщина, остается одна, да, на шее там у родителей, у отца, искали мужа и выдавали замуж. Это обычная практика. Ее выдают замуж. Этот некий Иосиф, праведный, как я еще раз повторяюсь, узнав, что она беременна, видя ее беременность, уже ее невозможно было скрыть, мы это по Евангелию знаем, что он сделал. Почему он в Евангелии назван праведность? Конечно же, я обо всем этом и говорю при чтении Евангелия, но мне хочется сегодня в этом ролике в свободе слова, когда я проповедую, и тем более, так очень важный ролик, который останется на века на ютубе, и я буду сам обязательно делиться со всеми веганами, веганами, христианами, потому что ролик будет назван веганство и, или христианство, да, в чем разница, что это такое. Почему Иосиф назван в Евангелии праведным автором? Разве праведность его была по закону? Нет, по закону он оказался грешником, потому что по закону он должен был сделать ровно то же самое, что и должны были сделать весь народ, когда к Иисусу привели эту женщину, взятую в прелебодеянии. Более того, плод Девы Марии сам свидетельствовал о том, там и брать никого не надо было, она была беременна, выдавалась она за Иосифа, Девой, и вдруг она оказывается беременна. Значит, где-то на стороне она согрешила. Плод ее греха всем очевиден. Что делает Иосиф? По закону Иосиф должен был предать ее народному, церковному, так сразу назовем все это, суду, и ее должны были убить через побиение камнями. Иосиф не делает это. Иосиф оказывается праведником не по закону. Этот человек, престарелый старец, и вы думаете, я не знаю Евангелие, он действительно в Евангелии назван и праведником по закону. Но этот праведник по закону, Моисея, почему-то нарушает его, несмотря на такое его именование автором, который описывает эти события. А оказывается, он праведен-то не по закону, а по закону Божьему, по закону истины, по закону любви. И мы видим, что в Евангелии он решает отпустить Деву Марии, спасти ее жизнь. Там все это подробно не рассказывается, но у детей Божьих открыты глаза, и нам известно эта истина. Он не просто, понятно, если он ее отпустит в собственном городе, ее завтра убьют и будут задавать кучу вопросов, что, где она, почему она уходит беременная. Конечно же, он решает ее отпустить куда-то далеко, снабдить всем необходимым. Ему жалко эту девочку. Более того, Иосиф понимает, что она где-то согрешила. Иосифу неизвестно о ее непорочном зачате. Это потом ему является ангел и говорит, что на ней нет греха, прими ее такой. Бог открывает Иосифу, что это чудо. Но когда Иосиф делает свое праведное дело, Господь не вмешивается и дал проявить себя Иосифу. Иосиф без авторитетов, без давления от Бога или каких-то авторитетов, это его сердце. Да, он иудей. Да, он законник и по закону Моисея. Он старается делать все, что... Потому что в законе Моисея в куче бредовых, ненужных обрядов, традиций, ритуалов. Он все это делает, потому что он вырос в этом обществе. Отчасти он в это сам, может быть, во что-то верит. Но его сердце очень мягкое. Мы видим сердце этого человека очень доброе. И когда встал вопрос реальной гибели человека, по закону Моисеева, более того, они не просто не имели бы греха, они имели бы на себя праведности. Более того, люди, не исполняющие закон Моисея, это грешники. Иосиф рисковал своей репутацией праведного человека перед законом, даже своей жизнью. Потому что тот, кто потворствует греху, тот сам грешник. Но Иосиф полагает в сердце своем отпустить Деву Марию. Отпустить, схоронить ее. То есть он куда-то... В Евангелии очень тонкая книга. Нам дошла она очень маленькой. Дети Божьи, Детям Божьим Господь все это открывает на сердце. Мы видим сердце Иосифа. Он хочет сберечь ее. Он не хочет, чтобы эту девочку, пусть и согрешившую, пусть с каким-то парнишкой и где-то там заблудившей. Ему не открыто еще почитать хронологические Евангелия. Он не знает. Он так же понимает, что она, да, она где-то залетела. Она ему изменила, будучи еще обрученной, уже обрученной. Или раньше, неважно, не сохранив, значит, свое девство и никому об этом не рассказывая и имея плод в очреве и когда за него выдавали, думали, что она чиста. Иосиф отпускает ее. Иосиф между законом Моисея и законом жизни выбирает Бога закон жизни, закон любви и добра, несмотря на согрешение человека. Ну и теперь возвращаемся к псевдо-христианам. Вот у вас есть ваши Евангелия культовые, религиозные в ваших сектах, православных, католик, протестантах. Да, там много правды в Библии. Да, сама евангельская история описана о когда-то Боге, пришедшему в платье. Я сам это исповедую. Там много лжи, искажений, вранья. Более того, все это еще налепили кучами преданиями, богословиями, извращениями, учений лично-человеческими, личных ваших сект. И со времен пришествия Бога в плоти прошло две тысячи лет. Вам понаделали кучу святых культовых, которые грешили, их не грехи назвали праведностью. Ваши же секты даже людей потом не щадили, сжигали их на кострах, убивали, распинали во имя Бога. И вот жизнь. Жизнь животного. От начала творения вы знаете, так не было. Вы прекрасно понимаете, что Бог, явившийся во плоти, не мог творить зла. Бог, который всему дает дыхание, жизнь, чувства, органы тела, через которые он получает информацию болевую или наслаждение, удовольствие. Этот Бог, который все это дает и чувствует в каждую секунду, ибо Бог всячески во всем пребывает. Если вы, конечно, на том уровне, что для вас это дедушка на небесах, то, конечно, вам еще далеко до понятия истины, до познания ее. Но если вы понимаете, что Бог, это, конечно же, Дух, который всячески во всем присутствует, Он же и Личность, Иисус Христос, потому что Он по-нашему, мы по Его образу подобию сотворены, разве Он может убивать собственное творение, которое чувствует боль, которое ластится к человеку? Нет. Да, у вас нет это в евангельском законе. Посмотрите на себя, что вы выбираете, жизнь или закон, любовь или предание, бредни старцев и бабьи басни, добро, ласку или ненависть и кровожадное убийство, насилие, эксплуатации, слезы. Что вы выбираете? Что на вашей чаше весов? Кто вы? Дети Божьи? Свет? Ученики Христа? Нет. Я хотел дописать, конечно, 25 минут, куда-то вначале вставлю. Вы все, кто якобы называет себя христианами, если вы не веганы, если вы не дошли до этого, все ваше христианство законническое. Это вас, вот это вот веганство, оно не просто лакмусовая бумажка, как Валера дал определение, хоть и хорошее. Это реально вшивая, не вшивая, а проверка на вшивость вашего христианства. Любой человек, все вы, кто поднимаете руку на веганов и свой плешивый и позорный язык, вы прекрасно знаете, что вменить вам веганам, кроме любви к животным, нечего, нечего. И вы тьму, свет, вернее, называете тьму, доброе, злым, сладкое, горьким. Вы дьяволы и дети дьявола. Вы мало того, что сами пребываете во тьме, вы еще эту тьму распространяете, вы эту блевотину изрыгаете на других. Вы не христовы. Все ваше христианство, оно законническое, оно свалится тут же, убери у вас Евангелие. Разреши вам сегодня все. Веганы любят животных не потому, что им обещано Царство Небесное или Царство Божье на земле. Веганы любят животных, не причиняют им зла и страдания, защищают их неблагобытие, даря им заботу, ласку и доброту не потому, что они боятся ада, потому, что они в настоящем, они по-настоящему такие. У них по-настоящему любящее сердце и присутствуют мозги вместо вермишели псевдо-христиан. Вы исполняете Евангелие только потому, что там так написано. И написано, что за это вы получите благо, а не исполняя получите зло. Веганы исполняют это просто по велению своего любящего сердца, абсолютно бескорыстно и абсолютно ничем не запугенные. Вы исполняете, живете якобы по Евангелию только потому, что вы евангельские законники и делаете только потому, что вам пообещали сладкую конфетку либо плетку. В соответствии с тем, будьте вы это делать или не будьте. Это не ваше сердце, это не ваша жизнь. Это самообман. На этом у меня все. Эту мысль я хотел отдельно выделить. И приятного просмотра. У вас еще впереди полтора часа. Вот поэтому, конечно же, христианство в себя впитывает полноту. Я не могу тоже сказать за каждого вегана. Конечно же, сколько я уже их встречаю, кто-то это на подсознательном уровне понимает, конечно же, веган вегану тоже рознь. Есть кто понимает это и к людям с большей любовью относятся. Есть кто-то меньше. Я говорю, это все уж о любви к врагам. Я вообще пока у меня в принципе такого опытного нет, чем с вами на сегодня поделиться прям опытного каких-то опыта общения на такие темы, даже не говоря, может быть, в виде каких-то практических ситуаций, как они решались, как люди себя вели в таких ситуациях. Но, конечно же, само учение веганства, опять же, это же конкретный человек, а несет ли он это, а проповедует ли он это. Конечно же, веган действительно сам по себе заточен на проповедь любви к животным. Это хорошо, это понятно, именно потому, что это и есть основная его мысль. Поэтому он всегда будет неполноценен. Во-первых, как человек, потому что я вряд ли человек, конечно, они могут это утверждать, как и как это атеисты, как в Советском Союзе, да, пофигу, завтра умрем. Никто умирать не хочет. Человек по природе своей хочет жить вечно. Он хочет что-то делать вечно. Ему жалко что-то вкладывать, что завтра разваливается. Какой смысл что-то делать, если завтра этого не будет? Да, можно мимолетно жить, наслаждаясь, но все равно нормального человека будут терзать эти вопросы. Более того, его все будет терзать и у него будет дисгармония внутри, потому что вот именно все свои существом, которые есть, божественные, которые есть просто природа, он знает, что он бессмертен, но мозги, пропаганда, родители выросли, ситуации, почему-то мысли, мысли, не сердце, не умное, не природа, которая говорит, что бессмертен, а вот мозги, глядя на все, говорят, ну вроде умрешь. И вот, я говорю, это раз, да, любовь к врагам, это тоже очень важно, вы знаете, тут уже есть опытом, я могу поделиться, все-таки, уже активно, я говорю, где-то года полтора, нам я стал о веганстве говорить, хоть я обещал одну структуру, но я опять так сумбурно говорю немножко, наверное, все-таки закончим и веганами, христианами, да, во всех понятиях, вот. Что я, что-то мысль опять отлегла, все. А, и вот по поводу любви к врагам, там, ой, не любви к врагам, что я хотел сказать-то. Ну да, или любви к врагам, наверное, бессмертие, я сказал. Свободу, в принципе, веганы, конечно, исповедуют, свободу выбора человека, это очень важно, это вот, это их тоже с христианством, конечно же, равнит, и вообще, это истина. И все, кто, если это исповедует, там, любой, я говорю, иудаизм, или иудей в частности, если он исповедует, да, это от истины. Свобода Божьего мироздания, ну, свобода Вселенной, пусть они там, слово Бог не употребляют, да, это роднит. Но, берем, я говорю, дальше, вот, хорошо, общий фундамент мы нашли, веганы и христиане, свобода, да, я считаю, что да, я вот сколько вижу, конечно же, веганы, хотя тоже, знаете, такое себе, наверное, все-таки вот тоже и нет, я говорю, я от опыта, да, веганское движение, в отличие от псевдохристианства, оно до сих пор абсолютно деструктивное, децентрализованное, и слава Богу, да, деорганизованное, и это очень хорошо. Я сужу лишь по каким-то таким веганам, которые мне вот на паути сейчас попадаются, и вот я, конечно же, тоже, они чуть ли там, да вот бы в закон это ввести, да, ну, ничего не даст эти законы, да, временно дадут, но вот я говорю, опять христианин, он смотрит на вечность, закон не меняет человека, христианин знает прекрасно псевдохристианство, там, закон Моисеев, закон ничего не сделает человеку, он из него сделает псевдоправедника, окрашенного гроба, как выражался Иисус, какашки завернутую в красивую, шоколадную, разноцветную, такую блестящую обертку, и он таким и отправится туда, это ничего ему не даст, ничего, да, другому смертному вегану, который может не исповедовать в бессмертии, ведь тут одно с другой цепляется, он скажет, да лишь бы на этой земле, я этого не видел, и это зло сейчас прекратить, сущность человека того не поменялась, христианин проповедует, что он будет жить вечно, что все мы будем жить вечно, от того, что он сейчас, ты дожил, умер, он дошил, умер вот этой внешне телесной оболочкой, вы все переродитесь все равно, до тех пор, пока вы не дойдете до познания истины, более того, будет сильный этап в жизни всего мироздания, вселенной, когда будет разделение, одно из сильных разделений человечества, когда будет второе пришествие Иисуса Христа, после его тысячелетнего царства, будет разделение грешников от праведников, такое жесткое, достаточно серьезное, да, можно будет переходить из ада в рай, покаявшись и сотворив плоды достойной покаяния, там, в аду, да, можно будет, оттуда можно выходить, но только что там придется пережить, потому что, это знаете, как и в нашем обществе, в мире, в котором мы живем, мы здесь все разбавлены, добро со злом перемешано, мы иногда не видим, даже, знаете, ну как можно увидеть где-нибудь вообще кучку зла, вот ты попадаешь в какое-нибудь общество, там, совсем негодеев, или возьмите те же самые тюрьмы, это же рассадник зла, это собраны самые злодеи, люди со всех областей, там, говорят, конечно, находиться невозможно, возьмите, наоборот, самые светлые, добрые какие-нибудь собрания, людей, там, любовь преизобилует, да, это уже маленькие нам намеки, то же самое будет там, ад и рай, который называют, это будет, конечно, временное разделение, ибо Бог, сотворивший все, любит все свое творение, даже те, кто сейчас творит зло, вот истинный, Дитё Божье, человек света, христианин, познав это, конечно же, у него раскрывается понимание, что даже вот этот трупажор, несмотря на то, сколько он зла творит, да, вот этот вот человек, который ворует, убивает, грабит, он грешник, да, во-первых, он может на свою жизнь посмотреть, он же тоже грешил, это раз, придя к покаянию, ты понимаешь, да, Бог дал мне свободу, я тоже грешил, я много зла сделал, но я покаялся, во-первых, я перед кем была возможность, изменился, что мог в своей жизни, возместил то зло, кому когда-то что-то сделал, если это была возможность, там, при покаянии, потом, этих людей найти, ты доказываешь, что вы деятельное покаяние, что ты больше такого никогда не делаешь, все, раньше, сегодня я больше этого никогда в жизни не сделаю, даже в веки вечные, все, и ты меняешься, вот, и ты раз по этому понимаешь, что Бог дал каждому эту свободу, и мне, кто будет меня вешать с ним, больше я или меньше грешил, ну, а другой меньше меня, по сравнению с ним, я не должен быть прощенный, а тот еще по сравнению, а с Богом, получается, все мы должны в аду гореть, то есть, значит, Бог положил закон любви, которым он является, что, несмотря на все, при покаянии, любовь, она прощает все, христианство, настоящее истинное христианство, Бог, любовь, Иисус Христос никогда не учил о гладине грешников по головке, да, о прощении их до покоения, такого никогда не было, это проповедует псевдо-христианство, что можно грешить, и дальше продолжать, жить и грешить, жить и грешить, и в рай попасть можно так, нет, это чушь, собачья чепуха, ложь, клевета на Бога, на истину, хула на Духа Святого, выражаясь, да, христианским языком, евангельским и новозаветным, конечно же, человек может только поменяться, и поэтому, и поэтому, конечно же, вот, христианина настоящего, я говорю, может быть, веганы такие есть, но я, если честно, и так я, может быть, сейчас скажу, вот пока я сколько вижу, за полтора года сообщения, конкретно с веганами, потому что стали, ну, невозможно сразу с ними где-то познакомиться, то есть я сам стал проповедовать веганство, стали мои роли кто-то смотреть, может быть, я сам кого-то стал добавлять, там в социальных сетях, пройдусь, там по именам, увижу веган-веган, кого-то постучусь, добавлюсь, потом начинался это вообще, какие-то переписки, репосты, ты с другими узнаешь, и вот я смотрю, конечно же, как веганам очень часто вменяют агрессивность, конечно же, к себе я этого отрицаю, я не агрессивный, я просто твердо говорю правду, и даже если в моих глазах видно неприязнь, то это нормальное чувство, я христианам напоминаю, Иисус с гневом, когда он хотел исцелить Сухорукова, ему фарисеи тыкали, что не должно это делать в субботу, не надо никакого добра делать, сиди вон, главное никуда не встать со своего места, с пятую точку не поднять, и больше 50 шагов в день не делать, вот святая заповедь Божья, а когда Иисус захотел человека, с иссохшего такой рукой, прижатый там уж болтающийся непонятно, исцелить, ему 100 лет в упреку стоять, и он написано, с гневом посмотрел на них, но с каким гневом, внешне выраженным на лице, скорбя, то есть с внутренней любовью, скорбя, скорбя, сострадая, переживая, мучаясь, обожесточение их сердец, что это люди злые, но он на них посмотрел с гневом, и сделал добро этому сухоруку, исцелив его прям посреди этой синагоги, вот, и я делаю то же самое, поэтому, конечно, к себе я не применяю обвинения, обличения в том, что я агрессивный, я не агрессивный, вот, я творю добро, я делаю это добро сам в своей жизни, я это проповедую, я защищаю жизнь, естественно, трупожором, убийцам, падальщикам, потому что вы их даже сами не убиваете, для вас это убивает, потом едите уже полутухлятину замороженную, вот, я просто говорю правду, говорю ее твердо, да, с неулыбающимися до ушей, хотя я часто улыбаюсь, вы знаете, тут улыбаться не за чему, да, чего тут улыбаться, я с каким должен лицом проповедовать вам, чтобы вы перестали убивать, с каким лицом я должен проповедовать, я что, анекдоты рассказываю, нет, вот, это никакая не агрессия, когда вы видели мои дебаты, беседы, прения с трупожорами, публичные, я с каким лицом должен смотреть на человека, который мне пытается блевотину в горло засунуть, о том, что убийство это хорошо, это нормально, он убивает, и ты убивай, и все давайте убивать, я как должен, вам блевотину в рот засовывают, вы как будете реагировать, по плоти, то есть он так же, я реагирую и по духу, вот и все, вы будете закрывать рот, вот так, человека отталкивать, да, говорить ему, кричать, не надо мне твой блевотину в рот засовывать, вот и все, так что это никакая не агрессия, но, конечно же, я, вы заметили, надеюсь, что я, где я употребляю, ну, может быть, я где-то грешу, если мне тычут, реально, на конкретное место, я всегда покаюсь, где я перегнул палку, где я по плоти сорвался, но в моем случае, я знаю, что это бывает крайне редко, я говорю, оскорбление, когда ты говоришь о человеке, то, чего в нем нету, когда Иисус проповедовал о том, что кто скажет брату своему, там, рака, дурак, гиене, огнене, синдриону, достойный этот человек, то есть суду земному, речь идет об, вот именно умышленном, неправдивом оскорблении, когда ты видишь, передо всеми человеку, вот трупажор, да, я же не называю в ответ, да ты педик, ты урод, он не урод, он может красавец сидит по плоти, она, вы слышали от меня такое, чтобы я переходил, как говорит, на личности, что я унижал, что я начинал его там, коверкать фамилию, или имя, издеваться над человеком, нет, я этого не делаю, а трупажор, убийца, это абсолютная правда, я вот христолюб, я люблю Христа, кто любит меня, Иисус сказал, тот исполняет мои заповеди, то есть в моем, это имени, я уже давно так говорю, я, когда будет возможность поменять паспорт, поменяю и имя, свой с фамилией, это моя сущность, мне мое имя, сразу говорит, кто я есть, мне напоминают лишний раз, другим проповедуют, кто я есть, и что надо делать, а он убивает и пожирает трупы, мясо, слово вообще не существует, это, это, без в ангеле света, да, это, мясо не растет на деревьях, это труп, самый настоящий труп, из плоти крови, такой же, как и мы с вами, вы поедаете труп, вы не хищники, вы не впиваетесь зубами, в артерии, там, живой антилопы, или свинюшки, для вас кто-то зарезал, нещадно, безжалостно, животное, и вы потом, вот, труп, через месяца, может, через года, у вас там в холодильнике, рыжат, вы этот труп потом пожираете, вы обычные падальщики, труп пожоры, ну, а жор, потому что вы не способны совладать со своим алчным, похотливым чревом, вот и все, то есть говорит, обжора, жрет, 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 вот так и вы, еды полно, но вы еще жрете, 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 вот и все, это не обидное слово, труп пожор, это не обидное слово, есть лесоруб, домработница, домработница, работает дома, это двусоставное слово, в нем нет ничего обидного, в нем нет ничего, но оно, конечно, вас обижает, Но то, что оно вас обижает, не значит, что я вас оскорбляю. Обижаться можно на правду, но это ваша проблема. Это зло, я вас в нем обличаю. Вот и все, вот и все. А вот за веганами я так по переписке наблюдаю, по их некоторым дебатам. Нет, есть нормальные, но есть, я вижу, перегибают палку. А почему? Вот этого корня нет. У кого-то, видимо, есть, пусть он и не веган во Христе, или там, я как говорю, не знаю, как правильно назвать, веган в... Ну, иудаизм, он не совсем, хоть он и закон о Моисея, но вы понимаете, там все-таки еще более все. Весь Ветхий Завет туда вмещает. Ну, не знаю, как сказать. Веган в Иуде, это же от Иуды все тоже там. Ну, это еще этого сына Израиля. Ну, неважно, да, вот. И действительно, я вижу, там, перегибают палку. Ну, несмотря на то, что там реальные, я тоже, я могу бесами людей называть. Опять же, бес – это не обидное слово. Это падшие ангелы. Мы их так назвали. И вы и есть они. Это как бес, это как национальность или, ну, характеристика, да, то же самое. Как угодно. То есть, она для вас, конечно, обидная, но хотя вы дела, их не-то творите. Иисус говорил, вы дети дьявола, потому что исполняете его похоти. А дьявол был человек-убийца от начала. Вы убиваете. И вот веганам, конечно же, понимание вот этого я видел. То есть, они желают зла, да, они там, гореть будешь в аду. Даже когда я, вот меня слышите, я выражаюсь словами истины, словами Иисуса Христа. Вы пожнете то, что вы сидите. Каждый получает. Не я тебя, а я, в смысле, я вот, может быть, тоже неправильно немножко выражаюсь точно, не точно цитирую ихние фразы, там, как бы, ты, да чтоб ты горел, да чтоб вы все горели в аду. Вот так вот, такие, ну, знаете, да. Это у религиозников хватает, да, не зря они и святые инквизиции это творили. Не то, что на словах такое желаю, но и в реальной жизни, да, творя. Это, знаете, как в мире, да, пусть атеистов, пожалуйста, все мы знаем, как коммунизм строился, да, на крови. Тех же самых попов, да, бояр, там, дворян, чиновников, царей. Какие бы они негодяями ни были, убивать их вы не имеете права посылать их в ад. Вы должны спасать их, проявлять к ним любовь какую. Да, не попускать все зло, но убивать, лишать здоровья, свободы человека мы не можем. Почему? Потому что если ты понимаешь, что он человек, он такой же божий творение, как и ты, он, он такое же дитё божье, тебе брат по плоти и сестра, мы все живые на одной планете. Деться с ним некуда. Если вы признаете просто, Эрвит, тут плюс за плюсом, если вы христианин признаете бессмертие, ты понимаешь, я не могу его убить. Они зачастую веганы тоже, да, они не верят в бессмертие, но вот там в ад посылают. Я понимаю, они хотят просто той же монеты им сказать и на ихнем языке. Но, Эрвит, тут как бы получается абсурдица, понимаете. Ты сам в это не веришь, но сам ему это, ну понятно, ты пытаешься его, его мировоззрением его, так скажем, образумить. Но для этого у нас слова всегда кажутся правильными, истинными и твёрдыми, если ты сам в них веришь. И поэтому и трупажор, религиозник, вегана, неверующего в бессмертие, в Бога, никогда ему этим не сможет доказать, потому что он говорит, да ты сам в это не веришь. И ему эти слова не трогают его, а вот когда ему говорит, как говорится, христианин, допустим, исповедующий вот это там, да, ответственность вот эту посмертную, неважно, там, в перевоплощениях, либо потом в большом разделении, для него это всё равно цепляет, он видит, что человек знает это, да. Вот, если тот пытался самообманываться и там себе оправдание искать, ему такой же, говорит, нет, родной, мы все взвесимся, посмотри на меня, себя обязательно в пример ставить, какой ты жизнью живёшь, посмотри на себя, ты убиваешь, я защищаю жизнь, ты ворава, я Иисус, вы забираете жизнь, мы начальники жизни, грубо говоря, потому что помогаем этой жизни продолжаться. Вот и всё. Вот, поэтому, конечно же, вот я говорю, я тоже как-то сумбурный, мне надо хочется прям всё поползать, мне кажется, я всё это так сказал, да, и вот мне, говорю, мне хочется, чтобы это было, даже вот всё-таки моё слово, услышали веганы, вы станете счастливыми, потому что познание, принятие, примирение с Богом, с природой, с истиной, которая есть без смерти, вам откроет, ваш ум раскроется, сердце ещё, это станет фундаментом познания того, если вы поймёте, что Бог всё сотворил, Он Бог абсолютная любовь, Бог никакого ада на самом деле не творил, люди сами его, как мы видим на планете Земля, своими руками делают точно так же, они его в проекции делают, в других мирах, в которые потом и отправятся, мы все будем пожинать то, что мы сеем, да, вот он закон, об этом мы можем говорить и должны, и обязаны говорить грешникам, вот, и поэтому, конечно же, веган, приняв истину, не только любовь, не только к животным, а действительно ко всему Божьему творению, в том числе к самому Богу, который с любовью, у него просто, ну, всё, полное просветление, счастье и благодать, потому что он всё понял, и он живёт с этим, уже злодеем во всех сферах жизни, ведь нам на пути встречаются не только убийцы животных, да, и вруны, и обманщики, и предатели, кто только не встречается, да, и грабители, и мошенники, и обзыватели, ну, так, образно, да, какие только нет, в отношении к нас несправедливо поступающие, не важно, нас там менты обобрали на дороге или ещё что-то, да, ты по-другому начинаешь к человеку относиться, ты пытаешься ему засветить, у тебя цель не уничтожить его, не истребить его, а привести к покаянию, и зло, и ты, поняв эту истину, понимаешь, что зло, злом не победить, зло можно победить только добром, ненависть, любовью, и ты в любой ситуации, да, любовь это к врагам, это не подлизывание всем попой, Иисус этого не делает, потому что если ты будешь подлизывать грешнику, ты его будешь в грехе только закисать, ты обязан ему говорить об этом грехе, если можешь там между насильником и жертвой встать грудью или защитить спиной, как угодно, эта любовь проявляется деятельно, активно, она не пассивная, она жертвенная, вот, и поэтому, конечно же, веганы, я считаю, по учению, может быть, есть веганы, которых можно назвать веганы в истине, можно так-то назвать, неважно, каким они там, я бы себя таким назвал, вот, но я называю во Христе, потому что я говорю, Бог еще есть личность, это тоже очень важно понять, и это тоже очень важно, веган даже в истине не достигнет никогда той радости, совершенства, блаженства и самого счастья, думая, что истина – это просто какая-то абстрактная субстанция, нет, именно личность, человеку нужен человек, и самый лучший и близкий человек – это Бог, он есть и человек, а мы, человеки, есть Боги и дети Всевышнего, все мы, вот, и, конечно же, когда он поймет, что Бог – это личность, это, значит, навеки у него есть друг, муж, жена, брат, сват, сестра, отец, все, Бог всячески во всем для человека, просто полноценный, на то, причем, поэтому, конечно, даже веган в истине, так это будем, ладно, называть, но не знающего личного Бога, тоже еще будет не в полноте, а вот веганы во Христе – это, конечно, абсолютно счастливые, блаженные люди, потому что они все знают, все понимают и живут, они, конечно, страдают по плоти, по плоти я называю и тело, и душу, то есть чувство, потому что их обижают, оскорбляют, им противятся, противятся истине, они страдают, видя все беззакония, убийства этих животных, людей, там, неважно, вот, несправедливости, болячек, да, но по духу они, конечно, полноценны, они абсолютно счастливы, они понимают, что всему этому когда-нибудь придет конец, что добро полюбить, восторжествует, любовь поглотит все, любовь будет всячески во всем, все когда-нибудь, настоящий веган во Христе проповедуют абсолютное покаяние всего во всем, да, никто не знает, Иисус сказал, ни времен, ни срок, как я могу знать, когда человек захочет отвратиться от тьмы, я не знаю, именно об этом Иисус и говорил, но будет время, сам апостол Павел, просвещенный истиной в свое время, встретившись с Богом любовью, так и писал, что, да будет любовь и Бог всячески во всем, да, и все когда-нибудь придем к покаянию, так что вот так вот, поэтому вот веганам я, какой дать практический совет, но первый, это, конечно же, пусть это и книжонки, так их назовем, псевдо-христиан, православных, католик, протестантах, ну прочитайте ту существующую, то существующее Евангелие, которое есть у этих сект, о Боге, пришедшем воплотить, да, его исказили, да, эту историю и учения Иисуса много оболгали, извратили, но правду до конца никогда нельзя исказить, ведь зло это лишь паразитирование на добре, вот, его, в принципе, зла вообще не существует, чтобы сотворить зло, она сначала, чтобы было что-то благое, потому что зло уничтожает само себя, оно не может ничего доброго породить, а значит, чтобы что-то доброе уничтожать, это добро должно появиться, а зло не может родить добро, иначе тогда надо стать добром, а оно все ненавидит и все хочет сжаться и уничтожить, поэтому прочитайте хотя бы то Евангелие, которые есть вам скучно неохота боитесь может быть в какую секту попасть прочитайте вместе со мной на канале вместе помимо этого канала христолюб проповеди выпивающего пустыне вегана канал христолюб библии и писания кому непонятно долго искать я вам прямую ссылку могу дать в личке в комментариях захотите хотя бы прочтите одно евангелие евангелие от марка с моими комментариями есть у меня просто аудио формат на их сейчас полно в интернете я лучше прочитайте в бумажном варианте ну в электронном варианте любой из евангелий их четверо это это одно и то же евангелие как и мы с вами описывали жизнь одного человека просто четыре разных человека любое прочтите ну я рекомендую начинать конечно самого маленького с евангелия от марка я думаю это запомните ну просто знаете в мире кто знает я у меня на канале сейчас уже выкладываю как христианин читаю коран знаете знание еще никому не повредили а вот невежество да и поэтому особенно если вы действительно веган проповедуете много сталкиваетесь с религиозными людьми они вам будут тыкать там местами из писания хуже не станет вам от того что прочитаете евангелие читается ровно вот это от марка это я медленно говорю вдумчиво за два часа два часа ну пусть выразимся потраченного вашего времени хотя я вас убеждаю если че если вы слышите в моем голосе в моих речах малый в глазах видите желание вам добра и счастья вы не потеряли не потратить это время вы его посвятите да и это только сделает вас в любом случае лучше и прокачает во всех смыслах слова пусть даже таким языком выражаясь да вот это я вам рекомендую ну наверное в общем-то это единственная рекомендация начать просто с этого да не надо ни в какие ну и это до 1 1 подсказка и одно предостережение да просто чего вас не коснулась ни в коем случае не бегите в какую секту упаси вас бог да в православное католичество протестантство если вас действительно коснется жизни учения иисуса просто как это люди выражаются языком кто знает молитвы просто да обращайтесь к богу просто начните с ним беседовать я даже слова молиться не буду употреблять просто беседуйте с ним по жизни спрашивайте задавайте вопросы он вам на все ответить можете даже не не общаться с христолюбцем не звоните море если там как и тому кто мог бы вам что-то поби по библии сказать по евангелию в частности может со мной прочитать эту историю но и в любом случае самый короткий единственно правильный путь хотя на его по этой дорожке идя ты встречаешь и добрых светлых людей проповедников но идти вам придется самому все равно и верный короткий путь это общение именно с самим богом творцом поэтому конечно же читая евангелис вас друг еще раз потянул есть какие-то вопросы задавайте их напрямую иисус он вам на все ответит я могу это даже гарантировать если это будет ваше искреннее и чистосердечное алчбы и жажда правды то он не замедлит он тут же вам ответит на любые вопросы абсолютно вот наверное все на этом я поговорил вдруг кого заинтересовал я буду только рад потому что я хуже посмотрите на меня я свободный веган во христе ваш братец так что не доверять я думаю вам мне нет причины это конечно все добровольно из-под палки ничего делать никого я не принуждаю что же бог одарил каждого свободы хотя я это делаю искренне единственно из одного единственного побуждения это сделать вас еще более счастлив ну в принципе если я то о чем сегодня уже говорил не будут уже мусолить повторить по кругу если вас это не убедила до познания бессмертия свободы вот этой любви ко всем если вас это никак не тронуло то конечно вряд ли вы возьмете за это ну а там и все-таки закончить хотел я на веганах нет все правильно пошли мы по цепочке от псевдо христиан и дошли до веганого христиан в принципе тоже все сказал рассказал и прелести и радости этого человека и наверно просто получается ну принципе нет я так и говорю закончим мы именно хотя нет я там ну ладно не суть важно чего я говорил уже в плане как эта цепочка будет выстроена хочу теперь сказать и поделиться вот этим опытом о веганах христианах которые вот когда я стал особенно более активно проповедует да не то что более а прям активно проповедовать веганство как некоторым показалось даже в ущерб христианству я вот хочу теперь веганам тоже будет полезно послушать и не веганам христианам надеюсь которые не станут и просто пока кто меня слушает но обращаясь к веганам христианам веганам во христе что у нас были даже прения притыкания с кем-то разошлись на этой почве с кем-то продолжили шествие бок о бок и вот опыт мой показал что и когда мне стали эти обвинения пер хочу сказать что знаете все прекрасно это так скажем цитату даже не мемом нельзя назвать что вот до любой веган сколько постов на эту тему с картинками с фразами что веган жалеет только об одном что он не стал веганом раньше да вот я могу сказать и говорил в этом ролике повторяюсь уже не раз такой говорил что я жалею лишь об одном что моя мое активное проповедничество веганство не было ранее потому что причем я даже причины объясняю кто знает я практиковал православие именно оттуда я эту заразу и блевотину все-таки принял на себя тоже кого хочешь не кого хочешь и что в человека не ешь хотя все равно опять же при всем этом даже при фигу православие кто помнит мои первые беседы когда вообще появился на ютубе и я лишь могу только на словах он говорит что и в реальной жизни до этого ютуба те там шесть лет что этом скитался познавал истину я был такой же я всем за это проповедовал сингер но вот на ютубе я тоже кто помню говорил и даже есть люди которые это слышали и каялись и принимали веганство но я не был настолько настойчив это как-то шло придатками я вот не делал на это акцент и более того когда я читал там библию в частности новый завет весь на канале именно потому что из нового завета все почти по поводу веганство практически извратили исказили либо вообще вырезали более того многие вещи наоборот сделали противоположными то конечно же не было практически повода проповедовать о веганстве потому что из жизни учений сус христа почти все это изничтожили вот именно так поэтому сложилось принципе ну может сказать 4 года на youtube и да уже больше пошло 5 там год два года да я потратил я вот так я игру я я наоборот каюсь поэтому когда мне тыкают вот ты типа чё-то начало на веганство то я говорю вы с этими от меня отстаньте я вы не то что меня к покаянию в этом плане приведете наоборот я вам отвечаю что я жалею о тех годах что я не говорил об этом раньше и возможно больше бы людей познала эту истину может вокруг меня не было тех кто сейчас там есть кто-то наоборот не отвалился не приходил это не суть важно это истина сам я в этой истины пребывал я жалею что из-за разных заквасок каких-то из-за того что этого в новом завете все вырезано почти я это делал очень достаточно пассивно да но не считая своей жизни какими-то вот этим беседами тогда с этого все начиналось вот вот так вот и по поводу опять того что это как бы на фоне кажется что много второе что я говорю слушать это тоже говорил объяснял кто мне с этими претензиями ко мне приходил или слушать я два года христианство христианского контента вот именно так не получается не разбавленном в перемешку с веганством предостаточно то есть это два года массированных проповеди полностью записаны там новый завет потом еще ветхие записал там 300 проповедей свободе слова на разные темы касающиеся христианство жизни учения на этом канале где-то там 250 пусть 300 почти да это там почти не было вообще ничего веганство в свободной форме я всегда это говорил иначе от меня бы не каялись в шестнадцатом году от моей беседы когда итог начал веку ли с которым уже давно общаемся знакомы дружим тогда услышал приняла это все да и тоже начала хотя потому что я был тоже достаточно четвертый потом переслушивал и наши там с ней потом беседы то есть конечно я об этом говорил я у меня есть кстати я забываю сам потому что особо не обращаюсь вместе антони великий там православный так называемый святой записаны уж монахи то вообще к этому относились они хотя бы от мяса не ели там конечно тоже подтерли по каким причинам они это не делали до якобы там постились люди достигали действительно многие из них познания всеобщей любви и понимали что как тот же другой там типа святой исаак сирин в принципе мне которым я симпатизирую можно сказать тоже писал что сердце милующее сердце который не может выносить никакого страдания на земле не животного ничего вот но православным католикам протестантам до этого дела нет они вырывают что им удобно все беззаконие и всеми библейским писанием из преданий все что не мог накопать они накапываются только то если переучение только то которое оправдывает всех не похоть и беззаконие до святости дитя божьего совершенства и никакого дела нет они сделали тепло-хладные секты религиозные которым люди до прибывают до времен своего отшествия в огненную гиену вот все что они придумали вот но все это деле это все происки дьявола и все эти служители все эти кто эту секту создавал от начала после вознесения иисуса христа все это конечно же дела рук тьмы ну и человеков принадлежащих к этой тьме и вот поэтому по поводу контента тоже я выслушайте я достаточно записал библия целиком в концовке получилось в которой я тоже но уже когда ветхий завет продаем кстати ветхий завет я уже читал я уже стал активно проект ветхом завете все места которые можно было показать я все показал новый завет я еще чувствую не выполнили до выполнил свою миссию я уже начал сейчас я просто коран пишу с той же самой целью чтобы обличить эту псевдо истина религию до в которой проповедует убийство людей и животных религиях который не то что это есть такой тоже хорошее понятие по интернету ходят посты что религий в которые не проповедуют либо в животным от сатаны камни то что проповедует нелюбовь животным там проповедует убийство людей и Это религия дьявола. Я специально читаю эту блевотину под именем Коран, чтобы показать просто этим людям. То же самое через силу, через тошналовку. Хоть я и знаю всю Библию, можно сказать, наизусть, близко к тексту, приходилось это читать. Несмотря на все эти беззакония, которые там творятся, несмотря на то, что их подают якобы чуть ли не добродетели, я это читал и показывал, что это суть зло. И вы все это имеющие глаза и уши. И так видите, без Кузнецова Дмитрия. Просто глаза откройте. Мало ли что там кто написал, что это Бог сказал. Но у него рука поднялась, это в уста Богу влепить. Ну и что? Обычные люди писали. Бог что-нибудь когда-нибудь где-нибудь написал? Он хоть под одним посланием апостола Павла расписался? Нет. 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 Ладно, меня сейчас понесет. Потому что вы, кто в Библию верите, свят, не погрешим, что это Слово Божие, вы посмотрите на мусульман со стороны, на себя со стороны. Они точно так же верят в Коран. Но вы в Коран прочитайте, вот тогда, если вы такие, такие истинно верующие в свою Библию, поймите, что они вот в эту бредятину точно так же верят, как и вы в эту. И попробуйте их убедить, что это ложь Коран. Вот попробуйте. Так и вас бесполезно. Вы просто априори приняли ложь, что это истина, и все. А это аксиомы. Их невозможно доказывать. Ты либо принимаешь, либо не принимаешь. Но вы приняли эту аксиому, и вся ваша жизнь пошла наперекосяк. Библия не истина, Коран не истина, это ложь. В ней просто описана жизнь человечества, из которого надо делать выводы, где ложь, а где правда, где добро, а где зло, где истина, а где не истина. И жить в соответствии со всем самым светлым и добрым. А на ней нигде не написано. Ни на этих бумажках Бог никогда своих никаких росписей не ставил. Ни печати. Бог пришел на землю, исповедует якобы псевдо-христиан. Чего же он сам ничего не написал? Да еще наложил заклятие, что кто бы только рукой прикоснулся, действительно, и это мог каждый проверить. Эта книга до сих пор бы где-нибудь лежала в каком-нибудь католическом лувре. И каждый, кто к ней не прикоснется, у него рука тут же засыхала. Какое еще больше чудо? Разве Бог не может такого чудо сделать? Вон, на земле вулканы есть, поди, подайми. Вон, пример, солнышко. Миллионы лет светит. Бог не мог сделать такую Библию, неприкасаемую к рукам человеческим. Задумайтесь об этом, что я вам сейчас говорю. Почему Бог не делает такую Библию, как солнышко, к которой невозможно подойти, прикоснуться и уничтожить, на которой бы огнем горели буквы истины? Что такое правда? Потому что Бог не нарушает свободу человека. Мы должны сердцем дойти этого, без всяких авторитетов. А вы сделали Библию, Коран, проповедников, да, своими авторитетами. Один написал в Библии, так сказал Бог, хотя Бог этого не говорил. Это он так считает, что этому пророку так сказал Бог. Вы априори эту ложь приняли, что все, что там написано, истинно, а там написана ложь. Не говорил ничего Бог, ему так слышится. Бог открывается каждому человеку на том уровне, как он его способен воспринять. А воспринять его можно в полноте истине. В полноте истине открыть свое сердце всему самому светлому. У этих людей не было открыто, по их делам видно, что их сердце не было в полноте открыто истине. Если человек поднимает руку на беззащитное животное, его сердце каменное. Вот так вот. Ладно, отошел, но все-таки думаю, что эти мысли кому-то приходятся. Дальше по поводу веганов и Христе, которые больше или меньше. То есть, по моим проповедям, по моим словам, постам в интернете. Нельзя сказать, что это... Да, сейчас у меня там ВКонтакте есть, может быть, кому-то кажется перевес. Но я вам объясняю. Этот перевес первый, по первой причине даже я в это сам пошел в перевес. Потому что у меня достаточно христианских проповедей. Все мои проповеди уникальные. Я их никогда не удаляю. У меня на канале все разбито по полочкам. У меня на канале Библия все по разделам, все по плейлистам. В соответствии, как с книгами, у меня есть раздел Новый Завет. Все, что Ютуб дает возможности. У меня сайт есть, да. Все это разбито по полочкам. Пожалуйста, вот Новый Завет, вот Ветхий Завет. Вот тебе Апокрифы, вот тебе книги Ди. И пошло в Новый Завет. Вот тебе все книжечки. Все на канале есть. На канале проповеди, пожалуйста, все по плейлистам. Сущность бытия, любовь к ближнему, любовь к врагам, веган во Христе, веган по сердцу, апокалипсис, что там еще, еретики, псевдо-христиане, секты. Все основные темы, я какие-то хоп, туда плейлисты сделал, собираю туда ролики. Каждый ролик с каким-то названием пытаюсь отобразить, чтобы человек сразу нашел для себя ответы. Кто не знает, на любом канале есть еще мини-поисковик, помимо верхнего поисковика в Ютубе. Это поиск по каналу. По любому слову, кто-то напишет, у тебя выйдут ролики не со всего Ютуба. А по этому каналу, таким списочкам. Какой тебе вопрос интересует, что-то какой грех, ну набери там грех, у тебя выйдут ролики, в которых есть это название, есть это слово в названии этого ролика. Все можно найти. Пожалуйста, вы можете написать мне лично, увидев мои ролики. Я могу дать конкретные ссылки на какие-то ролики, если вы мне зададите какие-то вопросы, я сразу пойму, какой ролик надо дать посмотреть, да, где я вот так же в полноте, в свободе спокойно высказался, выразился, и вы можете что-то для себя понять. Плюс, это был момент тоже, кто заметит, я думаю, должны заметить, все-таки от какой-то большого такого выпрыска вот этих проповедей о веганстве, потому что мне тоже хотелось много сказать. Тоже разные темы, там тоже много сложностей, к сожалению, в этом, да, божьем свете, божьем движении. Вот, и, конечно же, там я, может быть, навалился, так это было вынуждено, и правильно, я не жалею об этом, не награм. Сейчас потихоньку все вперемешку идет. Все уже веганство, христианство, веганство, христианство. И даже я объявил, что 2021 год будет тоже, в принципе, годом веганства, потому что еще остались незакрытые вопросы. Сейчас я пишу серию роликов о том, не веган потому что, да, и веган не потому что, но более так для всех, и потому что я религиозник, да, и в Библии написано это, 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 и буду все места разбирать. Год на это уйдет, ну что, параллельно еще и христианские записываю. На Библии будет Коран, на него тоже год уйдет. Потом только доберусь до Нового Завета, до Второго Круга, где уже тоже много буду говорить именно о веган, там все эти места, хотя я сюда отдельно хочу на проповеди писать. Ну и там я буду не забывать, ну или давать отсылки на этот канал, если я в свободной форме уже и массово разберу так конкретные места там, чтобы не повторяться. Ну и просто его запишу, все-таки через несколько лет хочется мне там еще кое-что повторить. Вот. И плюс вы же слышите мои речи. Неужели вы не слышите? Я вам говорю, что веганство это часть христианства. Веганство в открытую. Я говорю, человек может быть такой, можно по его делам, словам увидеть, что он очень близкий тебе по духу, ты понимаешь, что ему, но он об этом даже говорить не будет, этот проповедник. Ты по его отношению, прением с противниками, ты можешь увидеть, любит ли он врагов, ты можешь увидеть, какие слова он употребляет, какую, да, действительно, там может быть агрессию проявляет, может он уже дубинкой бьет, да, ты увидишь. А может действительно вот он, да, несмотря на то, что с гневом на него смотрит, но видит, что внутри сердца скорбит обожесточение сердца его, и это в словах и выражается, ты видишь, что он достаточно все равно сдержан с человеком, да, пытается ему донести эту истину, аргументирует там позиции. Ну, или просто от него отходит, да, сдаваясь, то, что, ну, после вразумления некоторого отходить от человека, чтобы не стать таким, как он. Вот и все. Вот, поэтому по поводу вегана во Христе, я просто у меня такой тоже был, я все всегда делюсь, стараюсь отопытом, какой уже сам прошел, поделиться. Ко мне это тоже не относится, да, то есть просто время такое было, надо было побольше этой теме уделить внимание, сейчас идет, будет идти на спад, однозначно. Вот, я не люблю тоже толдычить об одном и том же, я уже это рассказывал, что я даже не знаю, что мне будут через два года говорить уже, все темы позакроются, да. Потому что я свои ролики не считаю праздными, они все деятельны, даже в этом ролике, как видите, я попытался веганам показать настоящее христианство, оно деятельное, это любовь к врагам, тебя начнет к людям проявляться в делах твоих, если ты примешь это самоучение, саму сущность мироздания. Вот, это каких-то веганов во Христе, может быть подтолкнет более надавить на веганство, если вы никогда этого не делали. Это недостаточно, что вы всем только о Христе говорите якобы. Христос был, Бог пришедший во плоти был веганом, он ни одно свое творение никогда не губил. Что же он, хуже Адама, что ли, который в раю был поселен? Он в пустыне, проходя испытания дьявола, полностью отказался от еды и пищи. А Адам, будучи в раю, в полном изобилии согрешил, а Иисус и там не соблазнился. Вот вам пример. Конечно же, Иисус, Бог пришедшего в плоти, никогда никого не убивал. И это только часть учения. Я говорю, не забываем о людях, не забываем о природе, не забываем о бессмертии, о свободе твоей, животных, человека. Поэтому он может творить этот грех. И мы его не за это любим, но мы внутренне его любим, и мы не прощаем ему эти грехи, мы обличаем его на грехе. И это и есть наша любовь. А прощаем это, да, все беззаконие человеков, когда они в этом каются и изменяются, все. Мы не злопамятствуем, потому что когда он сегодня уже не делает, нечем его обличать или ненавидеть. И у него нет этого греха. Все, что ты можешь за собой, наоборот, грех оставить, злопамятство. А любовь, она все прощает. Когда кается, то вырывает эти слова из общего контекста жизни и учения Иисуса. Разве Иисус гладил грешников по головке? Нет, конечно. Разве Иисус, когда на кресте молился, отче, показывая нам, что мы должны испытывать внутри к своим врагам? Прости, мы бы не веду, что творят. Разве Бог с неба, Отец небесный? Ответил ему, да, да, да. Эй, ребятишки, сильнее колошматьте ему гвозди в руки. Разве вы такое в Евангелии читаете? Неужели вы не видите, что то, что даже Иисус делал публично, он делал для того, чтобы показать, что в нем внутри? Потому что если человек ничего не говорит и ничего не делает, мы не знаем, что он такое. Человек познается, Иисус сказал. И вы все это и так понимаете без Иисуса. По делам и словам. Поэтому он все это делал публично. И вслух. Не потому, что кто-то услышал его молитву к Отцу. И не потому, что им нужно было прощение Отца. Они вообще-то Иисусу в руки и ноги гвозди вбивают перед этим, избив и неправедно осудив. Это он их должен прощать. А то мы любим у Бога просить прощения, когда обижаемый рядом за стеной сидит. Это же внешнее показывание, как надо чувствовать внутри. А Иисус не сказал, что он их прощает. Бог-Отец не сказал с небес, что он их прощает. В контексте всего учения мы видим, когда покаяться. Когда покаяться. Тогда зачем покаяние, если Бог – это абсолютная всепрощающая любовь? Гриш, шейте. Гриш, бейте сильней. Да, рубейте. Давай, еще придумай какую-нибудь казнь поинтереснее. А я сверху с попкорном полюбуюсь. Кого вы делаете из Бога? Одумайтесь. Ну вот, наверное, я так все сказал. Так что и по поводу веганов и Христе. Что-то мне казалось, что я еще хотел сказать. Но видите, я в свободе слово говорю. Мысли-то гоняю, я их не записываю. Прежде чем ролик записывать, единственное, конечно, мысль какая-то мне приходит к теме. И я потом ее гоняю. Но я эти мысли не записываю. И даже не знаю, потом вспомню их, когда уже сяду записывать или нет. Ну, в принципе, я, по-моему, все сказал. Веганам, я надеюсь, как могу, показал красоту, познание истины и радость ее. Ну, а веганам во Христе, что, да, по поводу вот этих перевесов, это не больше, даже не меньше вообще. Это даже делить не надо. Ты веган, ты любишь правильно ближних родственников, ты любишь правильно друзей, ты любишь правильно ближних. Это вообще люди тебе не знакомые. Помогаешь им там, опять же, в нужде. Ты не должен им покупать Мерседесы или самолеты, нет. Там речь идет о нужде или о минимальных жизненных радостях, которые мы испытываем друг другу. Ты можешь любому человеку на улице улыбнуться, сказать доброе слово. Он не в нужде сейчас. Ну, улыбнуться человеку, это здорово. Вы знаете, что когда мы улыбаемся, другой в ответ улыбается, и у него внутри что-то там, гормоны куда-то действуют, ему просто хорошо. Не знаете? Я думаю, посмотрев и понаблюдав за собой с другими, вы увидите. Человек улыбается, почему-то у другого в ответ автоматически, а эта улыбка что-то там начинает ворошить. Вот и все. Кому-то сказать доброе слово. Об этом учил Иисус. И любви к врагам. И это все, в принципе, нужно делать. Христианин, он ничего не вешает из этих вещей. Он совершенная невеста Христова, его, без порока. Душа его, эта невеста. Он друг его, достойный. Он ученик достойный своего учителя. В нем нет ничего. Он не вешает. Это вещи бесполезные. Веша там начинает. И вот по поводу, я уж тогда, ладно, заканчиваю этот ролик. Единственное, сделаю маленькую рекламу. И как я говорил, что, конечно, этот ролик может быть и всем полезен. Но как раз следующее, если я ничего больше не буду записывать. Вот из этой серии видео ответов на вопросы. Я не веган, потому что у нас с вами подходит девятый вопрос. Он так и называется. Ну, я вам читаю сначала тексты Эда, землянина, евангелиста веганства из Англии, что проблема людей важнее проблем животных. Почему веганам плевать на права человека? Может, мы сначала решим проблемы человечества перед тем, как решать проблемы животных? Вот тем, кто меня слушал и не является верующим во что-либо человек, какой-нибудь религии принадлежит конфессии и не веган. Вот вам этот ролик следующий. Я его еще не записал. Сейчас ссылку прямую не могу дать. Ну, по названию что-то найдете. И плюс тексты Эда это одно, а я их дополняю уже своим христианским мировоззрением. Поэтому, возможно, я его назову «Любовь к человеку выше любви к животным». Очень любит именно это. Это не выше и не ниже в этом ролике. Мы об этом поговорим, а то меня сейчас понесет. Это все одинаково. Это не имеет значения. Ну, ладно, я кратко скажу тезис того видео, которое будет. Ты можешь быть и веганом, и любить животных. Ой, и как просто там недавно в комментариях в одних были тоже. Ой, да ты там бомжей домой водишь. Типа, что ты там зацепился за животных. Ты можешь, ты должен и быть веганом, и помогать нуждающимся. Это не взаимоисключающие вещи. Это только трупажоры опять ища оправдания. Все эти вопросы придумывают. Все эти конфликты создают. Более того, глупые, безумные. От тупости своей. Потому что это не взаимоисключающие вещи. Нельзя тыкать вегану, что типа ты там веган, а вон куча там несправедливости в мире. Он и там, и там, и там. А особенно, ладно бы веганом это тыкали. А особенно такой не получится никогда, я буду в этом ролике говорить, тыкать такое подобное христианам. Поэтому, когда особенно я проповедую религиозникам, где-то пытаюсь с ними общаться, с проповедниками христианств, тем более их обратить в веганство еще. Когда они вот такое подобное тычут, я говорю, тебе вообще постыдно такой вопрос задавать вегану во Христе. Этот человек, в отличие от вегана, веганов многих, я посмотрел, да. И может быть до лампочки все остальное он может материться, оскорблять, унижать. Может он там курит, пьет докуматозы, да. Кому-нибудь даже зло может такое маленькое делает. Может ссоры в семье там, да. К детям так себя относится. Не знаю. Воровать может, да. Взятки брать, все что угодно. Но зато он любит животных. Веган во Христе – это Бог. Это абсолютное совершенство. Этот человек не делит какие-то там добрые, злые. Он на себя смотрит и он хочет быть совершенным. Во всем. Быть любовью всячески во всем. Он стремится в небесное царство, в котором все совершенны. Там не может быть и капли зла. Поэтому он обращает на все сферы своей жизни, где он несовершен. Где он что-то делает неправильно или в религиозном говором, говоря, грешит. Он кается. Кается – это когда он отвращается от греха и больше его не делает. Он говорит, прости, я больше так не буду. А не просто прости. И дальше продолжает, да, под полотенчиком у батюшки там хныкать, а потом все то же самое творит. Нет. Веган во Христе – это тот, кто вообще не делает греха. Если он согрешает, он кается. Он пытается дальше идти. Но не в том бредятии, в который там православные каются каждый день и опять творят. Нет. Это редкие случаи бывают. Он разбирается по-настоящему, что такое грех. Вот то, что он такой твердый и труппажеров, в чем и есть их сущность, называют труппажеры. А это вообще грех? Я должен в этом каяться? Нет. Почему он должен каяться? У меня даже сердце меня не обличает. Уж тем более Бог. Потому что это правда. Я говорю истину. И все, оказывается, очень просто. Оказывается, святым быть возможно. Оказывается, Иисус, оказывается, Евангелие и христианство говорят о том, что без святости никто не увидит Бога. Блаженное чистое сердце, мы говорим, что религиозным, как уж ты чистое сердце, у тебя даже жалости не возникает. Ты еще смеешься над проповедниками веганства, особенно христианскими проповедниками веганства. Смеетесь над ними, унижаете их, обличаете, бесами называете. Те, кто защищает жизнь. Вы убиваете, а мы защищаем жизнь. Тебе показываешь какую-нибудь картинку, ролик, что-то сбрасываешь. У тебя даже сердце не ёкает. Какое чистое сердце Бога узырь. Какое у тебя чистое? Там помойка просто. Вот и все. Один бес здесь, чревобесие. Другой здесь, вернее, гортаны беси. Другой здесь, пупок. Связал так, что все, караул кричишь, не можешь обойтись. Один здесь, один там. Вы с элементарными бесами побороться не можете, зато вы там, с чем вы там только не борете. При этом поститесь праведными постами, которыми потом и распинайте всех святых. Ладно, хорошую, но плохую не хочу. У меня часто так ролики, я так выключаю еще. В общем, веганы, мои дорогие. Начнем давайте... Вернее, со всех, кто меня слушает, если вы вообще не христиане, не веганы, я вам желаю познания полноты истины, ибо вы в ней просто ноль. Я вам желаю обрести всяческое счастье по жизни. Да, потому что это все, само христианство, истинное христианство, истинное учение о том, что Бог, вся природа бытия, есть любовь, свобода и бессмертие, сделает вас просто счастливыми. Конечно, в мире имеем скорбь. Вы думаете, я вот такие проповеди говорю, я прям счастлив и кайфую. Мне неприятно говорить о грехе, мне неприятно говорить о беззакониях. Я только думаю о том, что кто-то творит грех, там, говорит, животных, мне уже плохо. Я понимаю, что где-то эти слезы льются, где-то эти крики кричатся, да, где-то эта боль ощущается. Но внутри, конечно же, я счастлив, что я не такой, и я что-то делаю для того, чтобы мир стал лучше. Веганы, я желаю вам тоже, как уже сказал, по знаниям. Вы на хорошем пути, да, это уже хорошо. Ваше сердце мягкое, нежное, доброе. Я желаю его, чтобы это ваше сердце. Помните, вы не помните, вы не читали? Павел писал такие слова, что не в моем сердце тесно, у вас в сердце нет. Расширь, тесно, расширьте сердца ваши. Вот я вам желаю расширить ваши сердца до любви к Богу и его проявлению, его всячески во всем, во всех людях. Понимание, что он есть родитель всего, а все люди, даже самые злые грешники наши, братья, сестры и родной мне человек, любой. И он просто сейчас в беде. Да, ему не надо улыбаясь проповедовать, о грехе ему надо говорить прямо, твердо и с недовольным лицом. По-другому нельзя, только идиот будет улыбаться, говоря... Ну, понятно, физически у меня улыбка, вы замечали, тоже может бывает, я говорю, а зле со смехом, хотя со слезами на глазах и в сердце, да. Ну, это физиология. А так, конечно, если разговор серьезный, никогда о грехе хихикать все это. Тебе надо правду говорить. Если он начинает издеваться над святостью, над праведностью, над учением, надо говорить человеку, как есть в лицо все. Ну, а веганам во Христе тоже, да, понять вот эти тоже тонкости. Ну, единственное, знаете, я много раз говорил, сейчас уже к веганам во Христе говорю, как самым, я считаю, высшим, так скажем, людям, понявшим вот эту полноту истины. Все от опыта. Да, и на этот путь, особенно, когда мне кто-то пишет, вы знаете, ведь много вы знаете, я говорю, покажите мне проповедника веганам во Христе. Ведь вы понимаете, что я принимать обличение могу только от него. Ну, Павел писал очень хорошую мысль, сам таким став. Ну, духовный судит обо всем, плотский никого не судит. Возвышался он, да нет, он просто достиг чего-то и действительно понимал это. Хотя его каждый второй пытался обличить, да, в грехах. Вы вот это все можете понять только сами, видя деятельную жизнь. Вы разве записали всю Библию целиком на канале, записали там 300 проповедей, кажется, цифра небольшая. Да нет, я к ним всегда очень серьезно готовился, чтобы мне потом тыкать, что я там что-то на веганство навалился. Ну, я и для христианства много сделал, для истинного, обличая все эти религии, да, проповедую истину. Потому что я не только говорю, как не надо, прежде всего, потом я всегда или прежде заканчиваю, или начинаю с того, как надо делать. А вы сделали это. Поэтому я просто, я с этим реально сталкиваюсь, реально. И пытаюсь по-мягкому сначала, веганам даже во Христе, да, это я сталкиваюсь с христианами, которые меня тоже в жизни учили, всегда проповедовать. Да. Я им говорю, ты можешь научить меня от опыта. Вы знаете все великую мудрость. И посмотрите на Иисуса. Учитель не тот, кто тебя учит, а у кого учишься ты. Вот я увидел его один раз в жизни учения, я влюбился в него и стал подражать ему. Я вижу, что он это делает, мне это нравится, я вижу, что это просто самый прекрасный человек на земле. Я открылся, я тоже своей жизнью, своими словами пытаюсь людям показать, как надо жить. Да. А что вы? Как может человек, не знающий сущности проповеди, с чем он сталкивается, какой путь проходит, ничего не проповедуем. Ну, пусть вы там родственникам засветили, но вы не знаете, допустим, интернета пути, как человек, сколько лет ты на этом, почему у тебя бывает тоже апатия, иногда нежелание. Иногда тебе куда-то ты устаешь, тебе хочется просто немножко сменить тему, даже это. Вы же не проходите этот путь. Вы не можете с этой стороны оценить человека, вы не учитель. Вы не можете учить никого делать тройной сальто, если вы сами его не можете делать. Вы понятия не имеете, как его делать. Это очень важно. Поэтому никогда не говорите человеку ничего, чего вы не изведали опытом. Это очень важно. Опыт надо прожить. Опыт. Деятельные советы я имею. Да, мы можем делиться какими-то вещами. Мы можем читать книгу откровения, в каких-то вещах размышлять, потому что там нет никакого опыта. Я надеюсь, вы понимаете, о чем. Но когда меня опытно пытаются вразумить, чтобы я изменил свою жизнь, в ту жизнь, в которой они вообще не живут, я вот этого тоже. Я сначала пытаюсь по-мягкому всегда говорить. Типа я говорю, слушай, ну ты... Да. Даже вроде бы близкий надо считать меня гордом и вознесшимся. А мне просто нечего, кроме твоих слов, за тобой нет ничего. Чему мне поучиться? Нечему поучиться. Поэтому веганы во Христе, вот эта вот болячка, я просто заметил, тоже может быть. Но я уже об этом в предыдущем ролике, кто смотрел, вопросы на ответы были, я там тоже об этом сказал. Ее можно разделить, можно назвать одной болячкой. Это как и сколько христианину, вегану во Христе проповедовать веганство. И вот я говорю, чтобы общую мысль закончить, подвести, не надо это вообще делить. Это просто по ситуации. Если вы идете на бойню, вы там сейчас ни о Христе, ни о Вечности проповедуете. И вы пытаетесь встать между жертвой и мяснику, просто за нож взяться за руку и не давать ему ее зарубить. Вот и все. Или заградить там теленкой, сказать, руби мне тогда по спине, раз ты такой изверх. Все. Там сейчас не до Христа, не до свободы, не до бессмертия. Оно только деятельно явится и то когда-нибудь. Он вас может вместе с этим теленком сейчас зарубит. Твое дело сейчас защитить жизнь. Это все, это просто по жизни. Где-то любовь к врагам. Когда речь идет о родственных, друзьях, мы одну тему поднимаем. К врагам другую. К посторонним третье. Вы знаете, я и ролики, и сборы делаю. Призываю помогать там нуждающимся. Это все по-разному. И в христианстве разные грехи я обличаю. И призываю к разному виду добродетелей что-то делать. Но тут я говорю, во-первых, это я от себя уже, конечно, говорю. Это вообще личное такое. Делюсь, что прежде чем тыкать, вы просто подумайте, вы сами-то достигли этого. А в свой путь, конечно же, в том числе, избирайте правильно. Это все, это все совершенство, это все совокупность, как Павел хорошо сказал, совершенство. Любовь есть совокупность, совершенство. Это любовь и к животным, любовь к людям, к тем, к тем, к природе, к Богу. Никого мы не забываем. А то, что время, ты в одной точке не можешь все сразу сделать. Это время, это череда событий. Мы живем в пространственном временном измерении, от этого никуда не деться. Поэтому христианин, я надеюсь, веганам, да, во Христе сегодня что-то тоже полезного еще донес. Вот, у него нет никаких этих весов. Веганство – это просто часть христианства, да. Но ты можешь этой части сегодня больше уделить. Как у нас все в жизни происходит, в бытовой жизни. Ты чему-то больше... Приходит лето, ты больше огорода уделяешь времени. Приходит зима, ты там больше можешь там в доме что-то ремонтом позаниматься. Там спортом, может быть, да, человек там где-то живет там. Летом ты вон везде не так там на этом огороде спортом занимаешься, да. То есть всему свое время. Это все надо просто вот это взвешивать. Я надеюсь, что вы будете в этом тоже мудрости набираться, опыта. Другой мудрости нет. С этой философии без дел она ничего не значит. Ну вот так вот. Все. Так что я вам всем желаю всего самого благого достигнуть совершенства и в познании истины, и в деятельной святой жизни, которая обязательно всех нас когда-нибудь соберет в небесном царстве Господа и Бога нашего Иисуса Христа абсолютной любви, благости и счастья. Субтитры создавал DimaTorzok